Как вы легко можете догадаться по этому первому слайду, эта лекция уже не новая, и впервые она читалась сколько-то там времени назад на шестом форуме ученых против мифов. А скоро в октябре будет еще один, уже 11-й, так что все туда тоже приходите, записывайтесь. Но, однако же, на форуме ученых против мифов у меня было ограничение в полчаса, а тут у меня этого ограничения нет, так что тут я могу наконец-то развернуться по полной программе и сказать все, что я хочу рассказать про мифы, про наш интеллект. Вообще, когда речь заходит о мозгах и интеллекте, есть много сложностей. Первая такая, что определенность во всем этом большом сложном вопросе одна и единственная. То, что мы действительно на планете на данный момент самые умные. Умнее нас на планете никого нет. На «мы» это имеется в виду homo sapiens, человек разумный. Однако же дальше начинаются сложности, хотя бы с определения слова «интеллект». Никто не знает, что это такое, в чем его измерять. Есть куча определений, если вы зайдете в какие-нибудь википедии, словари, энциклопедии, там сотни будут определений разной степени замудренности, но чаще всего они будут либо замыкаться сами на себя, ну как у Лема с сипульками, то есть определение будет даваться через другие непонятные слова, которые тоже через непонятные слова, и в итоге все это зацикливается одно на другое. Либо это будут какие-то очень общие определения, которые, в общем, ничего особо внятного не дают. Мне лично нравится такое определение интеллекта, что это способность решать нестандартные задачи нестандартными способами. Это не единственное возможное, понятное дело, у него тоже есть минусы, как у любого другого, но мне вот оно такое нравится. Однако же интеллект, понятное дело, человеческий – это только конец большого эволюционного пути. До этого была большая-большая длинная история, и вообще интеллект – это далеко не обязательное свойство живых организмов, можно, в общем-то, жить и без него, ну, собственно, как большая часть живых организмов на планете и живет. Так что мы сейчас с одной стороны как бы вершина, а с другой стороны, может быть, мы уже с этой вершиной потихонечку скайтоваемся, а с другой стороны, может быть, мы просто один из этапов к еще большим вершинам, которые когда-то там дальше еще будут. И очень важно всегда помнить, что наш интеллект возник не для того, чтобы читать лекции в архе, или слушать лекции в архе, считать логарифмы, изучать антропологию, археологию, астрономию, что-нибудь, что-то такое, а возник он совершенно для других целей. И, может быть, в этом одна из больших проблем нашего интеллекта. То есть мы пользуемся им, строго говоря, не по назначению, но про это я еще тоже немножко скажу. Ну, мифы. Вообще, часть очень такие простые и очевидные, часть бывают такие более хитрые. Один из стандартнейших мифов про наш интеллект и наш мозг – то, что человек самый мозговитый, у нас самый якобы большой мозг. Опровергается элементарнейшим образом. Берем любое практически животное крупнокалиберное большого размера и обнаруживаем, что в сравнении с человеческими примерно полутора килограммами, и то полтора килограмма далеко не у каждого человека на самом деле, потому что средняя наша величина 1350 грамм, ну или кубических сантиметров, потому что там грамма с сантиметрами кубическими почти одно и то же получается. Ну, не строго, но почти. И с нашими вот этими 1350 мы сильно отстаем от слонов и китов, например. У индийского и африканского слона до 9 килограмм. Ну, правда, данные очень сильно гуляют, как можете видеть, вот там внизу африканского слона то ли 4, то ли 9. Индивидуальный разброс, довольно приличный, поскольку слонов вообще не так много на планете, и чтобы еще кто-то заморачивался взвешиванием их мозгов, такое в истории планеты тоже было немного и нечасто. Нынче как-то это вообще не модно убивать слонов и ковыряться в них, да, взвешивать мозги. А данные каких-то там стародавних авторов 19-го, скажем, века, они часто подвергаются сомнению, потому что, дескать, это было давно, может, у них там весы были кривые, в Дикой Африке, да, кто там вообще, как они на какие-то мнения там взвешивали, в каких-то единицах тоже непонятно, так что есть сомнения. Но даже если взять минимум 4 килограмма, то все равно это больше, чем в два раза превосходит наши мозги. С индийским слоном, ну там вот как-то с дробями даже, да, там 4,7, 7,5, но в любом случае даже минимальный опять же размер, почти 5 кило, это там намного-много больше, чем у нас. Ну и что уж говорить про китов, про китов можно про разных, даже у дельфинов, которые, как правило, не такие уж прям большие на самом деле, и то мозг запросто может быть тоже там и 2 килограмма, и 3 килограмма. Что говорить про кошелота или синего кита, или какого-нибудь там сейвала, горбача, у которых все это уже измеряется, ну, многими килограммами. Кошелот считается вроде как реперсменом, у него тоже до 9 килограмм мозга. Ну, в принципе, в других источниках можно то же самое найти, например, про голубого кита, про сейвала, ну, как бы 10 килограмм, это, в принципе, как маленький ребенок весит, а тут один-единственный мозг. Ну, это еще только головной, заметьте, а вообще еще пролагается спинной, а если еще из всего этого кита наковырять всю нервную систему, которая там периферическая, она тоже там на пару килограмм, я думаю, потянет. Ну, никто никогда в жизни этого не делал, естественно, но я так подозреваю. Естественно, тут же возникают такие возражения, что, дескать, конечно, у китов и слонов много, ну, да, конечно, сами какие. И понятно, что если слон весит в среднем где-то 5 тонн, а кит там намного, уже десятки тонн весит, то размер этого головного мозга внутри этого кита или слона, это как бы вообще вроде бы ни о чем. И возражение такое, что, дескать, мозг-то большой, но основа его – это чувствительность и двигательная активность большого количества мышц. Здесь, правда, есть некоторые сомнения на самом-то деле, потому что мышц-то как бы много по массе, понятно, да, там действительно там тонна целая, но мышечных волокон и самих в штуках мышц, их, в общем-то, не сильно больше, чем у человека, а может даже и меньше местами. То есть, ну, допустим, у нас в кисти в одной этих мышц там целая куча, да, и они все очень хорошо работают, очень такие тонкие, а у какого-нибудь кита у него вообще там даже и не лапки, вот, а у слона ножки-тумбочки, и тоже у него пальцами там ничего не шевелится, и мышцы там все довольно-таки простые, незамысловатые, ножки не гнутся практически, да, по деревьям он не лазит, вот, поэтому иннервировать как-то там супер-мега сложно его ручки-ножки, даже хвостик надобности особо нет. Ну, понятно, что у слона есть хобот, например, вот, но у нас тоже есть нос и там тоже такие же мышцы, в общем-то, ну, чуть попроще немножко, чем хобот, но, в принципе, на иннервацию мускулатуры далеко не факт, что у кита и слона задействуется как-то уже запредельно больше мозга, нежели чем у нас, ну, а тем более, что иннервируется не отдельная мышечная клетка, понятное дело, а иннервируется сразу цельный мышечный пучок, и просто у нас он маленький, а у слона он здоровенный, но просто нервное молокно туда подходит ровно то же самое. В немалой степени большие размеры мозга у слонов и китов связаны с их сложным поведением, на самом-то деле, тут вообще есть большой вопрос, нафига им такое сложное поведение, потому что они большие, никакой там опасности против них особо нет, ну, какие-нибудь осадки, конечно, могут на китов нападать, на слонов тоже там периодически какие-нибудь злобные львы нападают, но на фоне того, что творится там с какими-нибудь антилопами, да, и с маленькими всякими зверушками, это все вообще ни о чем. И тем более, слоны вообще растительноядные, ну, пищу они добывают не так, чтобы уж сложно, в принципе, не сложнее, чем какой-нибудь там носорог или антилопогну, у которых мозгов, в общем, немного, вот, а мозг, однако же, крупный. И вот этот резерв, да, получается, мозга задействуется на сложное поведение не в плане другими особями своего вида. Другое дело, что далеко не всегда мы можем это общение распознать и как-то обнаружить, да, потому что киты общаются на каких-то там своих частотах, пищат, и мы там половину не слышим, что они там орут, и слоны тоже там на каком-то, то ли ультразвуке, то ли инфразвуке, ну, в общем, то, что человеческое ухо там особо-то не улавливает. И сейчас, когда зоологи все это изучают, чем больше изучают, тем больше все это становится интереснее. И обнаруживаются неожиданно там чуть ли не имена какие-то там индивидуальные у этих слонов и китов. Вот, хотя, опять же, не надо слишком это преувеличивать, потому что иногда, когда про это речь заходит, то у многих складывается впечатление, что они уже практически как люди и только что там романы не пишут. Но нет, они не то, что романы не пишут, а все-таки это животные. Но вот эта потенциальная способность общаться, она все-таки велика, и поэтому, собственно, слоны так здорово приручаются, так хорошо выполняют всякие там цирковые трюки, можно их научить работать, таскать бревна и все такое прочее, и, в общем, довольно плотно с ними общаться. Но при этом полезно, когда все-таки какой-нибудь товарищ с железным колом там где-то у него на загривке сидит и контролирует этого самого слона, потому что, если что пойдет не так, то слон таки большой, все может разнести, и убедить его будет нельзя. Какой бы ни был у него большой мозг, договориться с ним не получится. Ну, с китом в смысле еще сложнее, потому что, ну, вообще непонятно, как с ним вообще можно общаться, с эльфинами еще там что-то более-менее, да, он хотя бы маленький, а кит далеко не факт, что он вообще человека замечает даже, да, ну, то есть, наверное, замечает, я думаю, но в его масштабе человек – это какая-то маленькая фигня, и как бы, ну, нафига с ней вообще общаться. То есть, примерно так же, как человек никогда не придет в голову общаться, там, не знаю, с каким-нибудь жуком, допустим, да. Ну, даже если это будет, там, особо умный жук, ну, он как бы маленький, ну, вот, непонятно, как ему там сигнализировать. Тем более, опять же, когда сигнализировать особо и нечем. Ну, у слона, опять же, хотя бы хобот есть, да, там можно помахать, а у кита как-то ничего особо вроде нет, там, фонтанчик только что пускать. Вот, так что тут как бы есть проблемы. И у китов конкретно, особенно даже у дельфинов, в немалой степени большие размеры мозга обусловлены эхолокацией и сложностью ориентации и плавания в морях. Ну, поскольку все-таки киты млекопитающие, они не рыбки, вернулись в океан, они уже с суши, и надо было им как-то хитро приспосабливаться, еще к тому же как-то вписываться в уже готовую, в общем-то, морскую экосистему и конкурировать с гораздо более успешными, ну, на тот момент, потому что намного больше времени было на приспособление, рыбами, ну, там, акулами и там всякими прочими тварями, которые в океане сидели. И которые уже были адаптированы, там, сотни миллионов лет до этого, да. Вот, и тут приплывают какие-то киты, и надо чем-то их превзойти, всех вот этих вот конкурентов. Ну, акул, прежде всего, ну, не только акул, понятное дело. Превзойти чисто технически проблематично, ну, потому что совершение акулы плавать вообще довольно сложно. Ну, можно там, да, какой-нибудь плавательный пузырь что-то там придумать, но все равно проблематично. Вот, а надо именно превзойти поведением, ну, потому что акула все-таки туповато. И, собственно, китообразно это и решили своим вот этим вот интеллектом. Вот, опять же, я не очень сам понимаю, в чем этот интеллект особо проявляется, да. То есть, с моей точки зрения, в общем, ловить селедку – это все равно ловить селедку. Как ее не лови, там, хоть как акула, хоть кит, как бы, ну, занятие примерно одно и то же, потому что у самой селедки разнообразие поведения и не ахти какое. Вот. Но, тем не менее, киты умудряются это делать. Ну, мне трудно это понять, потому что я китами в жизни занимался и сам, в общем, тоже не кит. Но под это мозги, собственно, были задействованы и работают. Но они настолько специализированы под свою среду обитания, что найти какие-то точки соприкосновения с интеллектом китов крайне проблематично. И понятно, что, хотя, как я уже сказал, в немало степени это было развито для того, чтобы именно интеллектом превзойти конкурентов, для того, чтобы общаться со своими соплеменниками, но это не наш интеллект, он нацелен не на те вещи, что у нас. Потому что человеческий интеллект – это, прежде всего, трудовая деятельность, на самом деле. Ну, так вот последние, там, сколько-то там, 2 миллиона лет, допустим, и мы все время что-то делаем, да, нас окружают какие-то вещи, штуки, вот куда мы ни посмотрим, все вокруг, вот вся среда из этого сделана. У китов и слонов ничего этого близко даже нет. И хотя какие-нибудь слоны периодически что-то тоже такое творят, в Африке там выкапывают какие-нибудь огромные норы в скалах, ну, в этих береговых каких-то там обрывах, чтобы соль добыть, да, там, из-под земли, ну, шахты фактически там гигантского размера. И дельфины некоторые тоже, ну, некой такой почти орудийной деятельностью занимаются, когда там какую-нибудь губку берут в клюв и бороздят дно, чтобы поднять муть и загнать там рыбу куда надо. Вот, но это такая как-то орудийная деятельность, очень такая сомнительная. И для человеческой, конечно, далеко, и не на это она нацелена. Так что большой мозг есть у много кого больше, чем у нас, ну, и понятно, что видов одних китообразных там целая куча, да, вот поэтому показатель у человека не превосходит. Ну, и как я уже с самого начала сказал, главное тут возражение, что ну, они же большие, поэтому понятно, что на там 30 метров этого кита какого-нибудь, да, от синего, чего бы там 5 килограмм или там 10 килограмм там этого мозга не набраться. Однако же, ну, и отсюда следует вывод, да, что смотреть-то надо на самом деле не на абсолютный размер мозга, а на относительный размер мозга. Ну, на всякий случай можете посчитать относительно размер мозга. У человека в среднем там 1,35 килограмма мозга, да, а масса средняя, ну, скажем, там 70 килограмм. Ну, если одно на другое поделить, то получается, что относительная масса мозга человека 0,02. Я вот сегодня с утречка, чтобы там вспомнить, да, посчитал на калькуляторе, у меня, по крайней мере, так получилось. Ну, можете пересчитать, даже если там в 10 раз я ошибся, как бы, да, это не так важно. Ну, и, собственно, тогда мы смотрим на относительную массу мозга. И вдруг неожиданно обнаруживаем, что относительная масса мозга у человека тоже, прямо скажем, не рекорд, мягко говоря. Ну, вот здесь циферки приведены некоторые, да. Как я уже сказал, у человека 0,02% мозг от массы тела, а у калибри, например, 0,08%. Ну, то есть где 0,02%, а где 0,08%. При том, что калибри, понятно, сама весит там 2 грамма, или сколько она там весит, ну, она махонькая совсем. Но мозги-таки у нее есть, потому что это все-таки птица. У нее очень хитрый способ махания крылышками, и для этого должен быть очень мощный процессор. Ну, еще с сопутствующим всяким там охлаждением, кровоснабжением, питанием кислородом и так далее. Даже мышь домовая в 10 раз, на всякий случай, превосходит человека по относительной массе мозга. У человека 0,02%, а у нее 0,3%. Хотя понятно, что сам по себе... У нее 3%, в смысле даже, получается, в 100 раз она превосходит. А 0,3% — это абсолютная масса мозга 0,3 грамма. Ну, то есть, казалось бы, мышь, да. А в 100 раз человека по мозгам такие превосходят чудесным образом. Рыбослон такая вот есть. Хотя, казалось бы, рыбы совсем туповаты. У них мозгов там все и ничего. И как там нищие эти мозги вроде их там особо и нет. Но тоже-таки 2% есть. Тоже в 100 раз интеллектуальнее вроде как человека. Абсолютный рекордсмен в этом отношении — муравьи. Ну, есть разные виды, понятное дело. Но у некоторых видов муравьев относительная масса мозга составляет 25%. А 25%, ну, если вы можете понять, да, это четверть массы тела. Ну, то есть, если бы, скажем, человек, весящий 100 кг, имел 25 кг мозга. Ну, 100-килограммовый человек — это, в общем, не такая уж прям большая редкость. А 25 кг мозгов — это в 2,5 раза больше, чем у самого грандиозного Китая или слона. Ну, то есть, это такое очень немаленькое ведро получается. Ну, я, допустим, вешу там 60 с чем-то, да, и 25% сколько там получится. Ну, тоже там килограмм 10, допустим, на вскидку. Но, то есть, это в 10 раз больше, чем у человека вообще в реальности есть. И понятно, что реальный объем, ну, или там масса нервной системы этого самого муравья — это вообще ни о чем, потому что он сам-то его там еле разглядишь, да, и все эти ганглии, ну, строго говоря, даже мозгом как бы назвать довольно проблематичны. Ну, это все-таки набор ганглиев нервной системы. Но, тем не менее, как бы он на четверть состоит из нервной системы. Это круто. Ну, можно говорить, что это все какие-то уж совсем далекие от нас существа, какие-то там калибри, мыши, рыбки, муравьи. Вот. Но есть и у обезьян то же самое, причем у самых разных. Здесь в качестве примера приведена саймири — южноамериканская широконосая обезьянка, у которой 23,5 кубических сантиметра мозга, там где-то 23 грамма, да, получается. Вот. И относительно масса мозга 2,5%. Тоже там сто раз больше, чем у человека. И то же самое можно про других маленьких приматов привести, про паукообразных обезьян, которые, кстати, гораздо больше, чем саймири, саймири самат, там небольшая, в общем-то. А паукообразные довольно приличного размера зверюшки. Вот. И тоже у них там тоже где-то там эти 2% мозга есть. Вот. То есть, конечно, там абсолютная масса невелика у всех этих существ. Да, вот там 23 грамма, 7 грамм, там 0,3 грамма, там еще что-нибудь такое. Ну, мурая вообще там ни о чем. Но, тем не менее, относительная очень большая. И понятно, что тут же возражение, что так они же абсолютная, маленькая, надо абсолютную все-таки мерить. Но тут мы замыкаемся на первый миф про абсолютную массу мозга. И хочется найти какой-то баланс. Абсолютно мерить нехорошо, относительная тоже получается фигня. Вот. И, естественно, умные люди тут же придумали коэффициент энцефализации, который хитро высчитывается. С помощью там всяческих логарифмов строится график. Но я не стал его тут приводить. Он довольно унылый. Там внизу всякие разные зверюшки. И где-то высоко там наверху человек, который всех превзошел. Ну, это говорит только единственное о том, что в любом наборе цифр можно подобрать какую-то формулу обсчета этих цифр, чтобы какое-то значение вылетало куда-то за край. То есть человек не рекордсмен ни по тому, ни по другому. Но определенным образом мухлюя как бы с этими циферками, подбирая коэффициенты нужные, можно человека сделать рекордсменом. А с тем же успехом, на самом деле, можно этот коэффициент энцефализации посчитать по-другому. Там другие всякие там эти ввести поправки. И тогда какая-нибудь калибри будет наверхушке. Почему нет? Из этого следует единственное и только, что эти коэффициенты энцефализации созданы с целью оправдать человека. И как-то его все-таки успокоить, что не такие уж мы тупые. Все-таки хоть по каким-то параметрам мы кого-то там превосходим. Хотя, очевидным образом, по функционалу все-таки мы рассуждаем об этих мозгах, а не муравьи, не саймири, не киты и не мыши уж тем более. Но вот такой вот подход тупой в килограммах, в процентах, он, в общем, не прокатывает. Естественно, тут же возникают предложения. Давайте будем измерять все это дело, скажем, в нейронах, в штуках. Или в количестве вставочных именно нейронов, потому что именно они занимаются как бы мышлением. Или, например, площадями коры будем считать. Площадь лобной доли относительно всех других долей. Ну и тут есть свои заковыки. Потому что по некоторым вот таким показателям человек от той же макаки, например, тоже не особо-то отличается. То есть процент лобной доли, которая за мышление отвечает, и самое вроде наше такое интеллектуальное и главное, относительно всех других долей у человека такой же, как у макаки. Ну, другое дело, что у макаки эта лобная доля маленькая, а у человека, опять же, она большая. Ну, у нее и все остальное небольшое. Она и сама-то вот такого размера. Ну и опять же, если пересчитать все это в проценты, то вроде не так у нее все плохо получается. Так что и введение каких-то более изощренных способов подсчета, там площадей коры, толщины коры, там еще что-нибудь такое, тоже не срабатывает. Ну, не так давно, в качестве примера, изучали мозг птиц активно. И оказалось, что, например, количество нейронов и синапсов у какого-нибудь там попугайчика, в принципе, плюс-минус такое же, как у человека. То есть, казалось бы, у него там всех этих мозгов-то все ничего, да, и как там все это помещается. Однако же, как-то вот оно там помещается. То есть, там другой способ какой-то компоновки, более хороший, более качественный. Ну, потому что там шел отбор на минимизацию размера при сохранении функции, чтобы летать можно было, и им это удалось. А у нас не было никогда такого отбора, и у нас можно было эти мозги наращивать, сколько влезет, и как бы не заботиться об упаковке. Ну, такая же совершенно ситуация, как с компьютерными программами на заре компьютеризации, да, и сейчас. То есть, когда оперативка была там сколько-то килобайт, да, и на диск влезала там тоже там несколько килобайт или там два мегабайта, то программисты писали программы так, чтобы вот все упихалось туда. И они были супер емкие такие, компактные, очень экономичные и идеально работающие без всякого мусора. Вот, а сейчас ровно ту же самую функцию выполняет программа там на один гигабайт, вот, которую пишут 40 человек, вот так вот, как бы, да, там какие-нибудь там непонятные персонажи, вот, с кучей каких-то хвостов в этих программах, каких-то там багов и так далее, занимается это немеряное количество места, работает, ну, по функционалу ровно то же самое. Вот это как бы вариант человеческого мозга. А вот как бы на ранней стадии компьютеризации, да, ну, только в процессе эволюции, наоборот, это высшая ступень, это вот вариант попугайчика. Ну, и таким образом посчитать количество нейронов, синапсов, там, каких-нибудь ядер, там, площади коры тоже, в общем-то, не получается. У нас объективно нынче нет единого универсального способа оценить работоспособность мозга по каким-то физическим параметрам. Когда мы просто вот его взяли, там, какой-то линейкой померили, да, там, в килограммах или как-то, и точно сказали, что вот этот будет умный, этот будет тупой, этому не суждено. Как это дело исправить? Пока не очевидно, честно говоря. Ну, проблема в сложности этого самого мозга. И в том, что ни один простой показатель, простой параметр, он, собственно, ну, высокой корреляции ни с чем там особо не дает. Надо как-то хитрее в это вникать, сложнее все это делать. Сейчас пытаются сделать с помощью коннектома. Есть такой чудесный проект, который предполагает создание карты соединений всех нейронов со всеми нейронами. Ну, вот, геном человек уже реализован, да, протеом реализуют уже там сколько-то много лет, но конца края не видать. Вот, а еще более грандиозный — это коннектом. Вот, пока удалось коннектом сделать для некоторых этих червячков, вот, какой-нибудь там рабдосом элеганс, да, нематоды, которые вот такого размера, у которых там 200 с чем-то клеток в нервной системе, вот там проследили точное соединение всех нейронов со всеми нейронами в нервной системе. Ну, это когда там 200 с чем-то нейронов, а у человека 86 миллиардов нейронов, ну, по некоторым подсчетам, да, ну, там тоже на порядок, может быть, туда-сюда ошибка измерения, но тем не менее. И в настоящее время параллельно, ну, чтобы потренироваться, картирует мозг крысы, ну, потому что он поменьше, как бы на нем надо потренироваться, закартировали покамест размером с спичечную головку размер мозга. Это заняло какие-то там бесконечные терабайты, вот, и уже не очень понятно, что с этой информацией делать. То есть, как бы, ну, до полного мозга еще очень далеко, вот, как-то это там технически удалось все-таки сделать, но вот куда дальше ссовать, как бы, эту информацию не ясно. А у человека все-таки не у крысы, да, ну, у мыши там 0,3, ну, крыс побольше, но ненамного. Вот, а у человека все-таки там полтора кило и там эти 86 миллиардов нейронов. Так что такие подходы есть под создание этого кондектома, но проблема в том, что осознать результаты этих исследований мы пытаемся все тем же самым мозгом. Вот, и наш мозг не вмещает информацию о нашем мозге закономерным образом. То есть, приходится это все дело как-то, каким образом, упрощать, а упрощенная версия, ну, вот, все эти килограммы, проценты, не отвечает поставленной задаче и ничем не коррелирует. И получается замкнутый круг, как бы, чтобы понять, в чем сложность нашего мозга и как вот оно все это работает, да, нужен больше мозг, а у нас какое есть, такое и есть. Ну, пока вот до мозга нематоды только удалось все это решить. Но если отличься все-таки от таких философских рассуждений и простых измерений, есть следующий миф, что уж на самом-то деле самые умные – это приматы. Ну, мы приматы, да, и понятно, что среди всех живых существ именно мы-то, ну, в широком смысле приматы, самые великие интеллектуалы за всю историю планеты. И тут полезно посмотреть в историю немножко назад, потому что наши далекие предки, ну, самые первые, Пурготориусы, выглядели примерно как белка, ну, и в очередной раз всех призываю сходить в Государственный биологический музей имени Тимирязева, там Анатолий Александров сваял чучелку этого самого Пурготориуса в натуральную величину. Ну, сходить посмотреть, на что это похоже, оценить. Ну, вот здесь красивая реконструкция. У нас, к сожалению, нет мозговой коробки этого самого Пурготориуса и целого черепа, у нас есть только челюсть с зубами. Но есть черепа чуть более поздних представителей тех же самых флизиодаписовых и более примитивных млекопитающих, поэтому примерно прикинуть, сколько он сам весил и какого размера мозг мы, в общем-то, вполне можем по соотношению. И получается, что у этого самого Пурготориуса, который размером был, ну, где-то соню, вот такой примерно, да, если без хвостика, ну, там еще хвостик пушистый, размер мозга у него весил, скорее всего, меньше одного грамма. И, ну, опять же, там, плюс-минус прикидывая, сколько у него масса тела была, то относительно масса мозга у него была 0,9%, ну, грубо говоря, 1%. Вот, при этом современный крот, который интеллектом отнюдь не влечет, на самом деле, и даже глазиков не имеет особо, имеет мозг 1,2 грамма и относительно массу мозга 1,4%. Таким образом, получается, что крот, ну, раза в полтора, как минимум, интеллектуальнее нашего великого приматного предка и по абсолютному, и по относительному выражению. Ну, при сопоставимых размерах тела, на самом деле, потому что, ну, крот, он такой компактненький, коротенький, но по массе получается примерно то же самое. При том, что жизнь у крота, наверное, все-таки немножко попроще, нежели жителя деревьев, приготовился все-таки под землей, опять же, конкурентов у него там немного, хищники до него добираются тоже, в общем-то, не часто, и вроде, нафига ему такой особый интеллект нужен. Ну, он хорошо, конечно, запоминает всякие там ходы, может ползать в трехмерном пространстве, да, копаться, но задача у него ловить дождевых червяков. Вот. Общение у кротов тоже, я подозреваю, не чересчур богатое, ну, всего то, что и органов чувств там не сильно много, и, как бы, встречаются они не часто, скорее всего. Ну, я не наблюдал жизнь кротов, честно говоря, но как-то вот внутренний голос мне подсказывает, что с этим у них есть проблемы некоторые. И при этом он все равно полтора раза превосходит Пурготориуса, при том, что надо думать за вот эти последующие, ну, после Пурготориуса 65 миллионов лет, механика мозга тоже все-таки совершенствовалась, и у кротов в том числе. То есть эволюционировал-то не только размер, да, а еще и функционал. То есть, опять же, нейромедиаторы, гормоны, синапсы, ну, какая-то эволюция по-любому должна была идти. То есть получается, что он и по абсолютным крот превосходит показателям, и наверняка по функциональным. Ну, про них мы не знаем, но наверняка. И при этом, в общем, как бы интеллектом не влечет. Что тогда говорить об этом Пурготориусе? Ну, то есть, так, для сравнения, да, то есть мы понимаем, что Пурготориус в тот момент был прям вот совсем дерево. Ну, конечно, все познается в сравнении, и если мы сравним Пурготориус с какой-нибудь там ящерицей, там, черепахой еще лучше, то это, конечно, вообще там турбореактивный получается зверь, который превосходит по всем возможным показателям. И всегда стоит помнить, что вот все познается в сравнении. На момент существования Пурготориуса, ну, самые первые, наверное, еще жили при динозаврах, ну, хотя это, в общем, не факт, да, ну, или там сразу после динозавров. И когда динозавры вымерли, на планете крупных и особо интеллектуальных животных, в общем-то, особо и не было. Были птицы, черепахи, крокодилы, и вот, собственно, Пурготориус и же с ними там всякие там аналоги млекопитающие, ну, в том числе, кстати говоря, и предки кротов. И на их фоне Пурготориус этим своим там граммом или там недограммом, наверное, выглядел очень даже. То есть, если бы мы сейчас на него посмотрели, нам бы, наверное, показалось, что это просто что-то дико тормозное, очень такое еле шевеляющееся, тупящее там, куда пойти, чего съесть, да, там, ну, наверняка он там притормаживал даже по скоростям. Ну, если посмотреть, как, например, двигаются современные какие-нибудь там утконосы или ехидны, ну, которые примитивнее, на самом деле, гораздо, чем Пурготориус, вот, ну, вот, как-то так, наверное, оно и смотрелось. Всем очень советую посмотреть, допустим, научно-популярные фильмы про утконосов. Такие есть в природе. Я когда смотрел, вот, очень порадовался встрече утконоса с водяной крысой. Ну, водяная крыса – это вполне плацентарное млекопитающее. И понятно, что, опять же, с нашей точки зрения, ну, эта водяная крыса, да, она вот, ну, совсем никакая. То есть, ну, это такой тупой грызун, ну, в общем, совсем простецкий. Но когда они оказываются вместе с утконосом вот в одной речке и встречаются и как-то там начинают, значит, общаться, то сразу видно, что крыса – это просто вершина эволюции. То есть, это вообще просто что-то такое мега-скоростное, очень бодрое, шевелящееся, соображающие, что в какой-то момент надо делать, а утконос там – о-о-о, как бы, что происходит. Вот, и вот так же примерно выглядел Пургаториус на фоне современных, ну, даже там каких-нибудь грызунов, да, и сонь. Но в тот момент все другие были еще тупее намного, вот, и поэтому он был очень даже хорош. Так что отсюда следует, что приматы, они, конечно, самые умные, но для своего времени. Ну, если двинуться дальше во времени, то вот, например, есть такой зверек, как Плезиадапис. Ну, Плезиадаписы, правда, это не самые наши прямые предки. Ну, конкретно сам вот зверь Плезиадапис как таковой, да, это тупиковая ветка, тупиковая линия, но зато хорошо сохранившийся, здорово изученный. Ну, а какие-то очень более-менее похожие аналоги там, только поменьше и попроще, были нашими предками в то же самое время. И этот самый Плезиадапис при массе тела примерно там в 3,5 килограмм, ну, то есть там со среднюю кошку, грубо говоря, имел размер мозга где-то 5 грамм. Вот, а, соответственно, такая же примерно по размерам современная кошка имеет размер мозга, ну, как там написано, да, 26,5 примерно грамм, то 27 грамм. Ну, там округлить можно там 30, хотя я специально долго искал, 30-граммовых мозгов у кошек, походу, не бывает. Ну, так, чтобы проще было говорить, да, пусть 30 грамм будет. А там 5 грамм. То есть получается, что этот самый Плезиадапис при плюс-минус тех же размерах тела был 5-6 раз тупее на самом деле нынешней кошки. Опять же, еще с учетом того, что, наверное, за эти, ну, только уже там 50 миллионов лет тоже какой-то прогресс был в технологиях, да, не только в размерах, то, наверное, Пурготориус выглядел вот совсем печально. Это мы сравниваем с кошкой. И, как бы, если посмотреть, как ведет себя кошка, ну, она, конечно, не совсем запредельная, безнадежная, да, но все-таки это кошка. И если бы кошки не были такими, какие они есть, все-таки всякие мемасики так бы здорово не удавались там с котиками, да. Ну, взгляд у нее блещет просто вот интеллектом обычно, ну, поэтому так все классные фотки выдаются. Плезиодапис, вот, а Плезиодапис шесть раз ей уступал. Но в то же самое время, когда жил Плезиодапис, ну, то есть это эпоха, там, после позднего палеоцена, где-то там начало авиоцены, хищники и конкуренты, считавшие тогда, имели меньшие размеры мозга, ну, даже при больших размерах тела, и уступали. Хотя Плезиодапис, как видите, имеет 0,2%, масса мозга относительной, а у нас 0,02%, так что он все-таки в 10 раз нас превосходит по относительной массе мозга, что тоже самое по себе прикольное. Вот. И получается, что да, приматы, конечно, самые умные, но для своего конкретного времени, для каждого отдельного. хотя тоже, ну, даже если так это измерять, всегда есть некоторые сомнения, потому что у приматов есть конкуренты, но если бы приматы были такие шибко умные, они бы все-таки всю планету давно заполонили, ну, мы, в принципе, в итоге заполонили, да, но у нас один вид всего, а приматов-то как бы видов много, и остальные-то все где? Потому что есть гораздо более успешные конкуренты в виде, допустим, летучих мышей, у которых мозгов, конечно, не так уж много, но ведут они себя тоже очень здорово, они тоже социальные, очень хитро решают всякие задачи, у них там охлакация есть, то есть чувствительность у них все в порядке. Вот, есть птицы, которые тоже там всякие рекорды бьют по интеллекту, ну, всякие ролики с воронами пресловутыми, там, и навокализонскими, и обычными, и попугаями, все, наверное, видели, но если не видели, то в порядке смотрите. Вот, и птицы с меньшими абсолютными размерами мозга решают иногда задачи гораздо бодрее, чем, собственно, приматы. Ну, посмотрите ролики с попугаями кео, или навокализонскими воронами, когда строится какой-то хитроумный агрегат, туда кладется какая-нибудь там еда, и надо до нее добраться. И люди иногда решают эту задачу дольше, чем вороны и попугаи. Ну, можете сами посмотреть и убедиться. То есть, если бы вам такое дали, вы бы доперли, что там надо положить какой-то камушек, который покатится, куда-то там упадет, какой-то рычажок сдвинется, что-то там откроется, с другой стороны надо будет заглянуть, какую-то палочку взять. Ну, люди часто на это оказываются неспособны. Вороны с попугаями вполне себе решают. То есть, опять же, это интеллект такой узконаправленный, потому что у ворон вообще исходная задача выковыривать личинок из каких-то там щелей и дырочек. И они на это нацелены. А у нас такой узкой задачи нет, поэтому такого типа задачи мы, может быть, и посложнее решаем, и потормознее. Но зато мы способны решать все другие задачи и создать эту самую систему, этот агрегат для проверки интеллекта этих самых ворон. А, не вороны, создают агрегаты для проверки интеллекта человека. Такие же. Но, тем не менее, в отдельных показателях вороны и попугаи превосходят, ну, не только и человека, и еще и мартышкообразных обезьян, и всяких там широконосых обезьян, ну, не говоря уже о лемурах, тупаях, и кого-то такого совсем простого, примитивного. Так что в глобальном плане приматы, конечно, вроде бы и самые умные, но при ближайшем рассмотрении то одним уступают, то другим уступают, и как-то вот так ни то, ни все получается. Ну, до того момента, пока на планете не появился, собственно, человек, который уже настолько всех превзошел, что там дальше уже некуда, конечно. Ну, если посмотреть по времени, поближе к нам, нежели плезиодаписы, парапитеки, египтопитеки, ну, примерно в одно и то же время жившие порядка 30 миллионов лет назад где-нибудь там в Северной Африке, допустим, тоже у них, как видите, там 11 грамм мозга, 14 грамм мозга, 20 грамм мозга, и это по размерам очень небогато, прямо скажем. То есть, ну, как видите, как у дикого кролика, насколько интеллектуален кролик с этими 17 граммами, а у него мозга больше, чем у парапитека, и относительная масса мозга примерно такая же, там 1%, здесь 0,9%, ну, плюс-минус то же самое получается. Вот, но кролик в число каких-то сверхинтеллектуалов тоже никогда, насколько мне известно, не входил. Ну, если не брать какие-нибудь там мифы, я не знаю, там индейцев, да, какой-нибудь там братьев кролик, там еще что-нибудь такое с терновым кустом, но кролик не интеллектуал. И наши предки вот эти самые парапитеки, египтопитеки, ну, египтопитеки там чуть побольше, да, там 15 грамм, ну, в принципе, у кролика 17, а это уже 30 миллионов лет назад, это уже на грани появления человекообразных обезьян, потому что 26 миллионов лет назад, спустя всего каких-то там несчастных 4 миллиона лет, а это вообще ни о чем, это как Антон Дарди Питека, появляются уже человекообразные обезьяны, то есть почти уже мы, вот, а здесь мозгов как у кролика, вот, что это вообще такое? При размерах тела, как у макаки, на самом деле, ну, то есть кролик гораздо меньше, на самом деле, макаки там раза два, наверное, ну, так что, ну, поэтому, собственно, там относительно такие с египтопитеками сравнивать, ну, парапитек он маленький еще был, египтопитек довольно приличного размера, да и если посмотреть на строение мозга, то вот эти все древние приматы тоже, прямо скажем, ну, не очень как бы круты, как видите, лобная доля у них совсем крошечная, ну, вот, если мышечкой тут помахать, вот у парапитека наверху, где вот этот красный мозг, лобная доля совсем узенькая, маленькая и у кролика, строго говоря, она, получается, даже как-то вроде и побольше выглядит на самом деле, ну, тут она только что там не закрашена, как-то не выделена, да, но вот этот вот треугольник, выступающий вперед и вот этот треугольничек маленький, выступающий вперед, это функционально-то одна и та же штука. Обонятельные доли у этих древних приматов очень нехилого размера, в отличие от современных приматов, у которых обонятельные доли практически у всех крошечные небольшие, здесь получается, что это уже почти-почти человекообразная обезьяна, а обонятельные доли мозга у них гораздо больше, чем у современных лемуров каких-нибудь, которые там весьма примитивны. И из всего этого вырисовывается такой неутешительный момент, что в эволюции мозг, в общем-то и у приматов в том числе, эволюционировал далеко не на первых ролях. Если сравнить скорости, темпы преобразования мозга и всего остального в организме, а у нас есть всякие там кости, понятно, то получается, что первым делом, первыми скоростями эволюционировали зубы, то есть тип питания, способ питания, вторыми эволюционировали ручки-ножки, конечности, то есть способ локомоции, передвижения, а третьими эволюционировали мозги. И у приматов, которые выглядели вполне себе почти как какая-нибудь там мартышкообразная обезьяна и размером вроде бы такие же, и зубы у них вполне себе уже такие узконосые, и конечности, но такие еще не очень доделанные, но в принципе у макаки плюс-минус то же самое. А мозги по многим параметрам примитивнее, чем у лемура. Если мы возьмем современную руконожку AI, которая тоже, казалось бы, не такая уж прямо супер-мега-интеллектуальная, у нее вообще там 45 грамм мозга, а у того там максимальная оценка 27, а там вообще 11. То есть современная руконожка AI, опять же посмотрите все видюшки, как она себя ведет, но там как бы не влезет она, опять же, интеллектом особо в 4 раза интеллектуальнее, чем наши предки 30 миллионов лет назад. Руконожка, правда, в этом смысле в значительной степени парадоксальная вообще в принципе и исключение, поскольку она одна из очень немногих таких минимально социальных обезьянок, ну даже она не обезьяна, а полуобезьяна, то есть руконожки ведут почти всегда одиночный образ жизни. Мать с детенышем ходят, но каких-то групп они практически никогда не образуют. или по минимуму. И при этом у нее среди всех полуобезьян самый большой мозг. И опять же возникает вопрос, а нафига как бы? То есть вот этой прямой связи между сложностью поведения и размером мозга среди полуобезьян тоже так уж очевидно не вырисовывается. То есть сама зверюшка размером всю стужит кошку на самом деле, ну может в Дарвиновский зоомузей сходить, там чучелки есть, а мозгов все-таки 40 грамм. И это как-то вот странно. Ну и даже если внешне посмотреть, то мозг руконожки выглядит весьма прилично. То есть такая очень нехилая лобная доля, височная такая, да. Ну там обонятельные, конечно, тоже не маленькие, но она ночной образ жизни ведет, и в общем на обоняние в немало степени ориентируется. Может быть у руконожки вот этот вот здоровенный мозг, такой как бы неадекватный, да, связан с ее почти эхолокацией. Потому что когда руконожка ищет что пожрать, вот она шарится по лесу и своими длинными пальцами стучит по всяким там трухлявым пням. А ушки развешивает, ну вот здесь это очень красиво сфотографировано, у него такие очень клевые развесистые ушки, и слушает эхо вот этих самых барабанений вот этого пальчиками по стволам. И когда слышишь, что там какая-то пустота, а если там еще начинает шебуршаться какая-нибудь личинка, тоже там скрипеть, да, там этой древесиной, то тут руконожка зубками прогрызает дырочку и пальчиками оттуда все это дело выковыривает. Ну пальчики не знатные, специально для этого такие приспособленные, заточенные. И может быть вот большой размер мозга для вот этого супер-мега обостренного уха. У нас ухом занимается височная доля, ну и здесь в принципе она такая тоже не маленькая, но в основном там масса за счет все-таки лобной доли. И это как бы загадка. Но руконожек не так много изучали, прям скажем. То есть конечно изучали, вот картинку мозга я так и нашел, но функционал, то есть чтобы там руконожку запихать в томограф, задать ей задачку, посмотреть какие там зоны у нее будут работать. Этим, насколько я знаю, пока еще никто не заморачивался на самом деле. Ну вот это еще дело будущего. Ну в принципе зверь редкостный, трудно содержимый в неволе. Где-то там на Мазгаскаре они живут, их там численность очень маленькая. Изучать их проблематично. Ну может быть. Есть и другие, понятное дело, приматы. Ну вот, например, карликовая игрунка. И как мы видим, вот эти вот уже в принципе узконосые, ну ранние узконосые обезьяны, хотя еще и не мартышкообразные, наконец-то превзошли современных карликовых игрунок. А карликовая игрунка в то же самое время уступает кролику. То есть у игрунки 6 грамм мозга, а у кролика 12, в два раза больше. Но у игрунки поведение все-таки сложнее на самом-то деле. Ну у нее и относительная масса мозга, да, 80,5% вообще запредельная величина. Потому что она действительно карликовая, она вот такого размера. Ну там, может, я ее что-то приуменьшил. Ну здесь большой палец, короче говоря, она совсем небольшая. Но живет компанией. Они социальные, высокосоциальные, очень много общаются. Чирикуют очень таким хитрым писком, ну как щебет такой. Охраняют территорию старательно. Заботятся о детенышах хитрым образом, в отличие от кроликов. Никакая там забота тоже есть, понятно, у кроликов, но на фоне игрунок это вообще ни о чем. А у игрунок вполне себе, причем там забота в основном отцовская. На самом деле там отец, рождаются близнецы обычно, он, значит, о них там печется всячески. И одновременно с этим широконосые обезьяны южноамериканские, вот эти игрунки, иногда могут вступать в такие временные коалиции с другими группами приматов, даже других видов, и даже с другими видами вообще, в принципе, животных. Какими-то там генотами, попугаями, еще кем-нибудь, чтобы защищаться от хищников. То есть когда в лесу шарится где-то какой-нибудь, не знаю, ацерот, или там ягуар еще хуже, или там ягуарунди, кто-то его услышит, кто-то его увидит, кто-то его унюхает, и выгоднее этим всем диким зверям тусоваться как-то более-менее рядышком и смотреть друг на друга. Ну, конкуренция там не ахти какая, да, между разными видами, а наблюдая за другим видом, можно уловить, что вот они куда-то побежали, и, значит, тоже пора сваливать. А может быть, ты, соответственно, узнаешь раньше и другим сигнализируешь. И для того, чтобы распознавать сигналы разных видов, попугаев, опять же, енотов, кого-то еще, надо иметь тоже довольно приличный мозг. Но при этом размер у него никакой, потому что сама игрунка маленькая, а по функционалу вроде так и ничего. Опять очередной, сто раз, 105-й пример того, что как таковой размер не сильно много о чем говорит. То есть у кроликов в два раза больше, а у функционала гораздо меньше. Ну, кролик все-таки попроще будет. Но наши предки, вот там а-ля египтепитеки, к этому моменту все-таки игрунок превзошли. Это приятно. Но, правда, размеры мозга современных игрунок это все-таки производная уже поздних времен. Потому что в тот момент, когда 30 миллионов лет назад как раз в это время обезьяны каким-то образом заселились в Южную Америку, у них мозги были побольше на самом деле. И у каких-то видов они увеличились, какие-то там ревуны, допустим, которые сами здоровые довольно-таки, а у кого-то и уменьшились. И игрунки маленькие самые вот эти, да, возникли все-таки попозже заметно, и у них мозги подсохли по размеру, ну а по функционалу может даже и усложнились. Если двигаться еще ближе к современности, то мы находим уже человекообразных обезьян. К сожалению, черепа человекообразных обезьян, ну так, чтобы мозговой отдел был, сохраняются все довольно проблематично. Чаще всего это обломки челюстей с зубами, и про мозг ранних человекообразных мы знаем чрезвычайно мало на самом деле. У нас фактически есть там штуки-три черепов, ну по которым что-то можно сказать, ну два из них. Больше всего сохранилось от проконсулов. Есть несколько видов, вот конкретно вид проконсула Хеселоне с древностью примерно 18 миллионов лет назад имел 130 грамм мозгов, ну там кубических сантиметров. А в общем более-менее близкий рот и вид туркана Питек имел 84 грамма мозга. Но проконсулов все-таки более наш предок такой, ну это в каком-то смысле приятно, что он как бы более предок, и при этом мозгов у него побольше. Причем он даже немножко даже подревнее. Но все это уже не так красиво, если сравнить с современными мартышкообразными обезьянами, например, с павианом, у которого, как вы можете видеть, 177 кубических сантиметров. Ну правда у него масса тела чуть побольше, но там 1,3%, тут 1,1%. В принципе это погрешность измерения, это все фигня. Тем более, что для древних-то у нас там оценки такие немножко от балды. Но получается, что проконсулы 18 миллионов лет назад, самые наши что ни на есть прямые предки, первые, ну даже не очень еще прямые, в смысле не самые первые предки, но одни из первых человекообразных, по интеллекту уступали современным павианам в значительной степени, ну если так по массе считать по-простому, то по идее были простые. Павианы, конечно, не сказать, что прямо очень были тупые, ну в смысле есть в современности, они животные высококоллективные, решают кучу всяких хитрых задач. Само за себя говорит то, что они живут в открытой саванне, часто на открытой местности, где там особо деревьев нет, и как-то это им выживать вообще ни разу не мешает. Ну это, правда, такой показатель не чересчур, потому что какие-нибудь антиопы тоже там живут на открытой местности, и даже гораздо более успешные, чем павианы, и мозгов у них меньше по любым показателям, и интеллекту тоже проще, то есть не одним интеллектом выживаемость решается. Но если сопоставлять все-таки обезьян с обезьянами, то получается, что проконсулы были все-таки чуток потупее, при том, что павианы – это мартышка-образная, они как бы все-таки в нашей иерархии, на ступенечку ниже стоят, а проконсулы – это человекообразные, и они такие наши предки. Так что даже на таких вот поздних стадиях, когда, казалось бы, все уже почти-почти всем люди, не шимпанзе даже, правда, но человекообразные, по крайней мере, все равно современным, ну каким-то плюс-минус аналогом уступает. И это как-то немножко печально. Тем более, что, опять же, у этих самых проконсулов, если смотреть на, собственно, сам мозг, очень маленькие именно лобные доли, такие усохшие, ужатые, тоже не такая уж прям маленькая обонятельная луковица, то есть по-прежнему даже у человекообразных обезьян многие параметры еще тянулись от лемуров, фактически, от полуобезьян. И при уже практически современной зубной системе, которая от нашей, там, какими-то мелочами, в общем-то, отличается, и довольно продвинутыми в ручках-ножках, потому что кисть проконсула, например, и наша кисть, это, в общем, почти одно и то же, ну, там, с поправкой на размер и функцию, да, а вот мозги вообще ни о чем. Ну, 130 грамм, ну, я не знаю, у собаки примерно столько же, там, плюс-минус, ну, там, чуть поменьше, ну, у собаки поменьше все-таки, но ненамного. Так что выходит, что и у человекообразных обезьян мозги эволюционировали по остаточному принципу, какие бы они ни были интеллектуальные. И вот этот тезис, что приматы самые умные, в очередной раз подвергается, ну, уже внутри приматном масштабе, некоторым поправочкам, прямо скажем. Значит, следующий миф, следующая байка, что наши предки поумнели для того, чтобы делать орудие, или как вариант, от того, что им жилось очень нелегко, надо было решать проблемы жизни в саванне, и для этого требовались большие мозги. Но тут, опять же, стоит вспомнить других жителей все той же самой саванны, а среди этих других жителей саванны есть, например, страусы. Ну, как-нибудь посмотрите на страуса еще разок, чтобы убедиться, что с интеллектом там не очень. В этой же саванне живут какие-нибудь там суслики, ну, в Африке там не наши, конечно, но какие-то там грызуны. Там живут антилопы всяческие разные, и кого там только нету. И у каждого из них с интеллектом не очень. То есть, в принципе, эти же самые проблемы можно решить и без всяких мозгов. То же самое про орудие. Бобер, например, строит хатки. Ну, там не то, чтобы прямо орудие, они делают труда, да, но архитектура там очень даже. У бобра, правда, местами кора толще на мозге, чем у человека. Так раза в два, на самом деле. Потому что у мозговцев там вроде не особо и нет. Ну, это не по всей площади, понятное дело, но местами. Но все-таки это бобер, как бы. И орудия вообще много кто делает. Те же там вороны, да, новоклядонские. Но как-то и что, как бы. Но если мы посмотрим на этих наших предков, то обнаружим, что примерно такого же размера формы и сложности мозги, как у астралопитеков, имеются мозги у современных человекообразных обезьян, которые орудия практически никогда не делают. То есть они потенциально их способны изготавливать на самом-то деле. Ну, вот, допустим, шампанзе Бонобо, да, живет в лесу, что характерно. Ну, саванну там рядом нету, близко. И орудий в природе не делает никогда вообще. Хотя здесь на фотографии конкретно Канзи, а это самый высокоинтеллектуальный представитель Бонобо, который таки и делал орудия. И в эксперименте он даже делал каменные орудия. То есть его таки научили это делать, там много показывали, и он какие-то там булыжники колол и что-то такое там сотворил. И он научился разжигать огонь спичками, там сосиски жарить, там все в таком роде. Но это спадающий человек, понятное дело. А в природе Бонобо, карликовые шампанзе, никогда не используют орудия труда. И в этом смысле уступают шампанзе, которые все-таки довольно регулярно что-то такое творят. А по сложности мозга одно и то же на самом-то деле. То есть жизнь без орудий, жизнь в лесу, а не в саванне, привела Бонобо к таким же результатам, как и плюс-минус обыкновенных шампанзе и австралопитеков. Потому что если как-то эти мозги превращать в циферки, измерять, то на графике они попадают практически в одно и то же место. Ну там какие-то мелочные отличия есть, но это в общем ни о чем. И австралопитеки, жившие в африканской саванне 3-4 миллиона лет назад, по интеллекту скорее всего этим самым Бонобо не то чтобы уступали, но плюс-минус то же самое уровень сохраняли. Не превосходили уж наверняка. Хотя наверняка какие-нибудь орудия они начинали делать на самом деле. Это было предпосылкой, толчком к нашему развитию. Все-таки мы от них произошли, а Бонобо до сих пор все-таки Бонобо. Но это ли их толкало или нет – это вопрос. А те же самые, допустим, павианы, уже помянутые, которые тоже живут в саванне, в африканской, застряли в своем положении. То есть у них какая-то своя эволюция тоже была, тоже у них там что-то увеличивалось, но в какой-то момент она почти остановилась, и по крайней мере ускорения там не было. И они успешные. И ископаемые павианы были, в общем-то, гораздо более успешные, чем австралопитеки. То есть если посмотреть по количеству находок, по количеству местонахождений, где найдены там павианы австралопитеки, по разнообразию видов, по ареалу, как угодно, по расселению за пределы Африки. Австралопитеки вообще никогда не расселились за пределы Африки, а павианы таки расселились. В одну сторону до Индии, в другую сторону до Испании. Очень даже успешно. и при этом с гораздо более простыми мозгами, где наши предки в какой-то момент обогнали, и лобную долю нарастили, и теменную долю нарастили, а у павианов все гораздо проще, и на этих 40 граммах остановились, 130-170, застряли и дальше не уехали. Так что, конечно, орудийная деятельность некоторого момента способствовала нашему развитию, но далеко не с самого начала. А первые наши стадии савонизации и орудийной деятельности были совершенно обезьянными мозгами, что, в общем-то, и не странно, потому что все в природе делается задним числом, ничего не делается заранее. Странно было бы, если бы наши мозги эволюционировали вперед для того, чтобы использовать орудия, а потом они стали бы использовать орудия. На самом деле мозги эволюционировали сами по себе, и орудия они стали делать сами по себе, а потом оказалось, что да, те, кто делают лучше орудия, и в среднем более интеллектуальные, лучше выживают, лучше придают гены, и тут пошел рывок. Но это было далеко не с самого начала, а было уже там с хабилисами. Следующая байка касается уже таких вполне как бы людей, ну, которые наконец-то поумнили, действительно, стали более-менее такими человеками. И байка существует в двух противоположных версиях, крайних. То, что вот эти самые первые люди, хабилисы, эргастеры, ректусы, гидербергенсисы, неандертальцы, да, и даже про ранних кроманьонцев то же самое говорится, первая версия, что они были какие-то вот совсем недалекие, туповатые, такие дремучие, ну, достаточно посмотреть мультики, всякие комиксы, фильмы простецкие, такие незамысловатые, да, про древних людей, где они все время какие-то такие тоже приторможенные, ведут себя как-то не очень адекватно, там, без конца ссорятся, ругаются там, и что-то такое творят, какой-то дичь. Ну, что они были какие-то очень глупыми. И вторая крайняя версия, что наоборот, они прям были высокоинтеллектуальные, берегли природу, чувствовали меру, да, там друг с другом там обнимались, целовались, и как-то очень классно себя вели, вот, и были какие-то запредельно интеллектуальные, вот, а нам-то до них, конечно, далеко. На самом деле, обе крайности, ну, как обычно бывает, в чем угодно и в биологии в том числе, являются чужью, потому что наши предки, как и во всех предыдущих случаях, были, конечно, умнее других живых существ, которые в этот момент существовали, но на нашем фоне, и даже, может быть, на фоне шимпанзе какого-нибудь современного, может быть, выглядели не активно. Ну, конечно, человек умелый, наверное, уже был круче, чем шимпанзе, вот, но, может быть, и не во всех аспектах, потому что и шимпанзе, и все там эти павианы, и руконожки, и кто угодно, вот эти последние два миллиона лет, ну, если там отхабельцы, допустим, отчитывать, тоже ведь эволюционировали на самом деле. Вот, и в тот момент никаких не было ни шимпанзе, ни руконожек, ни павианов, ну, современного как бы варианта, да, а были какие-то ископаемые формы совершенно другие. Вот, и вот эти все первые люди, опять же, конкурировали с самыми как бы интеллектуалами из других, это с другими такими же людьми, у которых было, там, 800 грамм мозга, да, там, 1000 грамм мозга, если это эректус, например. Ну, человек гейдельбергский вот дошел до уровня 1300 грамм, ну, уже почти современное значение, а у нас 1350, но это уже 400 тысяч лет назад, это уже почти современность. И чтобы оценить вот эту их как бы умность и глупость, можно, опять же, посмотреть на современных человекообразных обезьян, ну, шимпанзе, например, да, у которой там тоже 400, иногда 500 грамм мозга, ну, там, 350-400, где-то так. Ну, это как бы такой еще вариант австралопитека, то есть как бы до человека умелого. И с другой стороны посмотреть на нас и примерно прикинуть, что вот эти все древние люди, ну, где-то примерно посередке находятся. Это если из современности смотреть. А если из прошлости смотреть, то надо посмотреть на то, что они творили археологически, то есть какие у них есть произведения творчества. И мы обнаруживаем, что та же самая орудийная деятельность у бонобота нет, а у обыкновенного шимпанзета есть. И она бывает довольно заковыристых, хитрых вариантах. Мало того, что они орудия труда применяют там и сям, да, и есть даже такое мнение сейчас среди приматологов, что в настоящее время нету групп шимпанзе, обыкновенных имеется в виду, которые бы вообще не использовали никаких орудий труда. То есть хоть какие-нибудь орудия труда шимпанзе все время доиспользуют. Ну, не боноба только. И вплоть до того, что у них есть, допустим, игры с палочками. Вот здесь как раз из этой серии фотография. Детенок шимпанзе с палочкой, ну, как бы не очень в руке, как бы, да, но в ноге. И обнаружено, что именно девочки-шимпанзе играют палочками, ну, которые внешне просто палочки-палочки, как куклами. То есть они с ними нянчатся, таскаются, не бросают, то есть она как бы это не просто там взяла-бросила, а таскают с собой. И более того, даже на ночь вьют им маленькие гнездышки. Ну, потому что когда шимпанзе устраивается на ночлег, они из веток вьют себе гнездо. Ну, это такое, как бы, очень гордо звучит, ну, такие пригнутые ветки. И вот эти девочки-шимпанзе для этих своих палочек делают маленькие гнездышки. Ну, то есть фактически люлечки. И это уже не просто орудийная деятельность, да, а это как бы все-таки более высокий ранг, когда какой-то объект неживой природы наделяется как бы свойствами живого индивида, ну, и как бы детеныша, да, причем это детеныш делает. Ну, это почти человеческое мышление. Из этого следует, что вот эти все люди, у которых все-таки монголов побольше, чем у шимпанзе, и уже все-таки орудия труда гораздо более развитые, наверное, ну, тоже как-то чуть по спродвинти функционировали. Но проблема в доступности материалов археологических у нас далеко не всегда есть. Почему судить? Ну, а здесь некоторые примеры хорошие приведены. Один из таких – это вот эта галька из макабангата, ну, которая всегда в таких случаях приводится, я ее чуть не в каждой лекции показываю на самом деле, но просто уж пример на века. Галька, как видите, с естественными выбоинками, которые никто на рожи не делал, в форме рожицы. Более того, на обратной стороне там тоже есть выбоинки, которые тоже похожи на рожицу, только если с обратной стороны смотреть, там нет вот этого высокого лба, а есть большие челюсти как бы. Поэтому есть такое мнение, что вот этим ребятам 3 миллиона лет назад нравилось смотреть не на эту сторону, а на другую, на противоположную, потому что там более похоже на их рожу было. Но фотографий с обратной стороны у меня нет в цвете. Есть черно-белая, но она такого плохого качества, а цветной нет, поэтому я все время эту привожу. Но мораль-то в том, что эта галька найдена в Макабангате, в пещере в Южной Африке, в 29 километрах от того места, где такие гальки вообще, в принципе, встречаются. И там нету каких-то потоков, там ручьев чего-то такого, которые бы эту гальку притащили. Вот и стало быть, какой-то еще австралопитек на самом деле, то есть это еще до первых людей фактически, 3 миллиона лет назад, нашел случайно эту гальку, порадовался, что это лицо, и 29 километров ее таранил. А 29 километров это так день ходьбы, если так непрерывно идти. Вряд ли он прям целенаправленно это делал. И получается, он не бросил ее 29 километров подряд. Причем это не орудие труда, им ничего вроде не делали, ну, по крайней мере, никаких там повреждений, ничего такого нет. А это именно просто прикольная штука, такой смайлик, который понравился. И таким образом мы видим, что австралопитек 3 миллиона лет назад, по сути дела прошел зеркальный тест. А зеркальный тест не все люди даже проходят. То есть когда кто-то смотрится в зеркало и понимает, что он там видит себя. Разные звери в разной степени могут. Шимпанзе проходят более-менее с гориллами, арангутанами. Дельфины проходят, вороны особо интеллектуальные проходят. Где-то год назад мне кто-то прислал видюшку, где кошка прошла зеркальный тест. Очень прикольная видюшка, может даже надо было ее вставить, но неважно. Где она смотрится в зеркало, высовываясь из-за какой-то загородки. И она с такими ушками, она смотрит и начинает себя лапками ушки трогать. Кошка увидела, что у нее есть ушки, но самое главное, что она просекла, что она себя видит. Собственно, так зеркальный тест и проходит. Так определяется, когда берется какая-нибудь зверюшка и мажется белой краской на носу. Если она себя видит и начинает стирать, значит она себя узнала. А если начинает шипеть, рычать и прыгать, материться на это отражение, значит не узнала. На эту тему можете посмотреть, есть куча всяких видео, где, например, гориллы не проходят зеркальный тест. Павианы, шимпанзе и даже люди в том числе тоже не проходят зеркальный тест. Когда они видят, что это такое. Современный такой цивилизованный человек, который с детства с зеркалами общается, понятно, всегда проходит. Но если там попроще и подичее, если это маленький ребенок, то запросто и не проходит. А австралопитеки 3 миллиона лет назад прошли. Ну вообще, в принципе, орудийная деятельность, допустим, внизу эти булыжники, какие-нибудь чопперы самые простейшие, уже само по себе показатель интеллекта. Потому что шимпанзе, орудие труда, конечно, используют по массе и даже, в общем-то, изготавливают иногда, но далеко не такой сложности. Как бы нам не казалось простым это самое орудие труда, изгоны, например, 2 миллиона 600 тысяч лет назад, оно сложнее, чем можно сделать любой шимпанзе. Ну только Канзи как бы смог сделать чоппер, но и то, его учили долго упорно. Как бы сами бонобо никогда в природе ничего такого не творят. А эти орудия древние, галичные, несмотря на свою такую убогость и примитивность, они все-таки имеют план. То есть видно, что они сделаны по одному образцу. И когда создатель этих орудий начинал делать, то есть он нашел гальку там где-то в ручье, да, и он уже в этой бесформенной исходной гальке видел итог, что он хочет получить. То есть у него было воображение, у него было мышление, у него было прогнозирование. И оно превосходило шимпанзинские возможности. Но у шимпанзе вообще вот эти прогностические способности тоже очень не такие плохие. То есть они могут запомнить территорию огромного размера, где там что растет, где какая-нибудь опасность, да, предупреждать других шимпанзе. Например, известный прецедент, когда какого-то шимпанзе, владевшего этой речью жестовой, вели через двор питомника, и он там увидел злобных собак лающих. Ну а собак шимпанзе обычно боятся все-таки. И когда этот шимпанзе оказался вместе с другими шимпанзе, он им на языке жестов вещал, что во дворе собаки, и что не надо туда ходить, там может быть опасно. Ну, может, не так связано он, как я вот сейчас изложил, да, потому что это все языки жестов и шимпанзе, но тем не менее вот про собак во дворе он сказал. И как бы предупредил. То есть шимпанзе на это способны. Но это как бы вот некий прогноз, что если пойдешь во двор, да, там как бы собаки могут быть, потому что я их там видел. Но прогнозировать все-таки и постоянно изготавливать одно и то же орудие труда это шимпанзе не могут. А начиная с Homo habilis все-таки могли. Но всегда стоит помнить, что это был предел их творчества. Дальше как бы они не уезжали, в общем-то, ну, по крайней мере, в каменной индустрии. А с другой, опять же, стороны, можно вспомнить, что и современные люди чаще всего ничего подобного делать не умеют. Ну вот сколько и здесь присутствующих умеют делать каменное орудие труда? Ну вот как-то ниже поднятых рук. Ну вот кто-то там робко поднимает, ну два человека, да. Ну и то еще надо проверить, какой у вас там чоппер получится. Ну то есть научиться можно, без сомнения. Я как бы каждое лето наблюдаю, как там археологи колят эти камни и делают гораздо более, конечно, совершенные, нежели эти чопперы. Но этому надо учиться. А большинство современных людей не умеют на самом деле. И вот считайте этих человеков умелых и там всяких этих работающих умными или глупыми в этом смысле, да. То есть, с одной стороны, выше этого прыгнуть они не могли, а мы можем. А с другой стороны, они выше прыгнуть не могли и делали на пределе возможностей. А мы как бы можем, но даже не начинаем. И как бы кто-то умнеет после этого. Они каждый день этим занимались, а у нас кто-то там раскачался раз в году, раз в жизни. Что-то такое сотворил. Ну вот большой вопрос. То же самое касается и искусства, например. Искусство – это, в общем, хороший показатель творчества и интеллекта. Ну, в смысле, искусство, показатель творчества и искусства, показатель интеллекта. Древнейший пример тому – это вот эта самая раковина из тренили. С древностью примерно в полмиллиона лет. И с такой вот царапулькой, сделанной, видимо, акулим зубом. И это самый древний предмет искусства, поскольку эта вещь не функциональная, не утилитарная, как бы не для пользы дела, а потому что захотелось. Вновь для тогдашних пятикантропов, ну, это вот самый, что есть такой пятикантроп, пятикантроп, да, по которому прямо вот вид описали. Это был предел. И более того, что-то хотя бы более-менее аналогичное появляется еще через 100 тысяч лет после этой ракушки. Ну, примерно там плюс-минус, тут датировка такая очень размазанная. Но тем не менее. Но он все-таки это сделал. А многие или из вас делали гравировки на ракушках акулими зубами. Что-то вот, я думаю, тут совсем не будет поднятых рук. И вообще искусством, понятно, у нас занимается масса народу, так или иначе, да. Там рисует, поет, пляшет, там все такое прочее. Но, во-первых, далеко не все, прямо скажем, и не все, в общем-то, и способны. Несмотря на то, что каждого учат с детства, там, в детском саду, в школе, там, всякие, там, эти уроки рисования, уроки музыки, да. Так или иначе, там, по телевизору все, там, эти клипы какие-нибудь без конца все смотрят. Музычку в наушниках слушают. Но сотворить самому что-то такое, вот, я не знаю, какой процент, честно говоря, людей это делает. Но подозреваю, что очень небольшой. Ну, даже если посмотреть по количеству, там, музыкальных групп, да, сколько там музыкантов, ну, что-то такое оригинальное и свеженькое делают. Ну, на самом деле, очень мало. Если учесть, что у нас 8 миллиардов человек на планете, ну, у нас не 8 миллиардов музыкантов на планете, ну, или, там, художников, там, кого угодно. Хотя у пятикантропов, может быть, процент был такой же, но, тем не менее, они, как бы, старались это делали. А современный человек, он, в основном, потребляет все-таки. И, опять же, кто здесь умный, кто здесь глупый? Вот, у нас мозгов в два раза больше, ну, там, в полтора по сравнению с пятикантропом. Там, килограмм был, да, у нас, там, условно, полтора. Вот, но они это делали. Ну, и, возвращаясь, опять же, к игрушкам, это уже более позднее время, примерно 400 тысяч лет назад. Один из примеров первобытной игрушки. Это рубило каменное, по ашельской технологии сделанное, но только размером, как видите, в ширину, там, два с половиной сантиметра и в длину, там, четыре сантиметра. Ну, потому что это сантиметровая линейка, там, изображена, ну, там, как бы, два сантиметра, да. То есть, камушек вот-то кусечки. При том, что нормальное стандартное рубило ашельское, оно размером, примерно, с ладонь. Ну, и по форме, примерно, то же самое. Там, плюс-минус, вот такое оно получается. Ну, это просто удобно, как бы, чтобы рукой его брать. Вот. А такого размера, четыре сантиметра, оно нафиг никому не нужно. То есть, им ничего так не сделаешь. Чисто теоретически, такие орудия, как бы, конечно, могут быть. Ну, в поздние времена, там, в неолитике, на конечке стрел они такие были. Но это ашель, это 400 тысяч лет назад. И у нас же из этих же стоянок есть нормальные орудия и нормальные, они все здоровые. Но очень-очень редко, но встречаются вот такие. Вот. Пользы от него никакой. Сделать его, в общем-то, сложнее, чем большое, труднее. Пользоваться этим невозможно. А это время, когда составных орудий еще не было. Ну, по крайней мере, у них, да, и это все держалось в руке, а у него пальцы были здоровенные. Ну, как у нас, только они еще рабочие руки, в отличие от наших. Такие, поэтому, грубоватые, да, и вот как его такое орудие использовать. Поэтому есть мнение, что это игрушка. Вот. Тем более, что здесь следов использования-то особо нет. Ну, это не единственный такой пример, и другие-то и подобные есть. Так что у этих древних людей, ну, это уровень, там, примерно, человека Гидоберского получается, с одной стороны, мы видим уровень почти как у шимпанзе современного, да, и вроде, ну, шимпанзе на фоне других животных, если человека не брать, вроде умное. На фоне человека, ну, все-таки это обезьяна, животное, да, и, как бы, ну, очеловечивать тоже слишком не надо. Ну, вот. И вот этот человек Гидельбергский все-таки умный был или глупый, но вот на ракушке нацарапали зигзаг, да, вот они там, ну, еще австралопсеки даже в камушке узнали лицо, вот они сделали эту игрушечку-рубило, да, ну, и, как бы, вот, интеллект так себе, прям скажем. Хотя всегда еще есть такое возражение, что мы ведь в реальности находим мизерный процент от их деятельности. Большая часть всяких предметов, ну, и вообще, как бы, жизнедеятельности выглядела из, ну, и было сделано из недолговечных материалов. Как и сейчас, в общем-то, то есть, если посмотреть, допустим, что останется от того, что находится в этой аудитории через, там, 400 тысяч лет, да, ну, как с того времени прошло, очень немного. То есть будет какое-то количество металла, да, не очень очевидного, там, какие-то пластмассовые обломки сохранятся, ну, вот этот термос найдут почти целиком, наверное, и будут гадать, что это вообще-то такое. Ну, вот эти вот осветительные штуковины, скамейки все сгниют с концами, ну, какие-то железки от них останутся, и то там частями. Вся вот эта там обшивка, да, здание, понятно, развалится, ничего от него не останется через 400 тысяч лет. И у исследователей будущего информация о нашем времени, скорее всего, будет очень небогата, прямо скажем. Они тоже будут думать, ну, вот, у них что-то там было, какие-то узорчики непонятные, да, ну, что-то совсем ущербное, и будут нас сравнивать с шимпанзе, естественно, тоже. Ну, вот, а вот у этих там, там, эректусов или генлебергенцев мы находим одну ракушку с зигзагом и одно вот это маленькое рубильце. Может быть, у них в тот раз было больше всяких вещей, там, из коры какой-нибудь, там, из березовой, да, или из соломы, ну, вообще просто из дерева, там, из чего угодно, из ягод, из орехов. Мы этого ничего, ясно дело, не находим, там, из шкуры, из меха. Как в любой современной культуре охотников-собирателей, долговечные материалы практически не используются, ну, они банально тяжелые. Зачем заморачиваться делать что-то из камня, ну, а больше мы ничего, в общем-то, и не находим, по большому счету, ну, там, из кости трудно обрабатывать. Если можно сделать из деревяшки, это все гораздо эффективнее, быстрее, всегда можно выкинуть в любой момент и взять новую, и сделать заново, там, за 5 минут. Поэтому у всех вот этих вот персонажей, да, там, и Эргастеров, и Эректусов, и Геннельбергенцев, просто-таки наверняка все выглядело немножко пободрее, чем иногда нам представляется. Ну, а учитывая, что мы знаем, что они преодолевали, например, водные пространства, и местами их следы деятельности находятся где-нибудь на островах, там, на каком-нибудь Кипре, Крите, да, там, на каких-то индонезийских островах, где вроде как с берегом все это дело не соединялось никогда, вот, а орудия какие-то шельские такие есть. Ну, это говорит о том, что какую-то лодку они построили, через море таки переплыли, там, десятки километров, ну, а где-то, может, даже и сотни, ну, там, сильно сотни вряд ли, но десятки уж точно. Ну, а лодка все-таки это, ну, некоторое сооружение довольно приличного масштаба, так что, может быть, у них там были какие-то и хижины, и соломы, и одежда, и какие-то корзины, и, может, они украшенные были каким-то там плетением, опять же, вот, но мы этого ничего, понятное дело, не находим. Мы и для кроманьонцев этого не находим, ну, что говорить про этих товарищей, там, полмиллиона или, там, миллион лет назад. Ну, так что надежда на их еще поумнение в наших глазах со временем, с появлением новых археологических находок, остается. То есть не все с ними так безнадежно. Ну, вот, а просто ставить штамп на лоб этого черепа, да, и говорить, этот дебил, этот, как бы, интеллектуал, вот, вообще, как бы, не надо. То есть для своего времени они, понятно, были самые крутые. Ну, вот, ну, и нам очень лестно и радостно, что часть из них, по крайней мере, стала нами. Ну, и хочется верить, что не самые все-таки тупые стали нами, а какие-то чуть более интеллектуальные. Ну, и, собственно, тут мы плавненько переходим к следующему мифу, что, дескать, вообще, в принципе, вся эволюция гоминид, то есть, как бы, людей, да, это эволюция мозга. И наш мозг, это самый наш мегаглавный орган, который ведет нас, как такая путеводная звезда, прямо в эволюции, и вся наша эволюция фактически к этим мозгам сводится, а все остальное под это дело понемножечку подстраивается. И что, ну, по крайней мере, с того момента, как мы стали использовать орудие труда, это стало ведущей деятельностью, и все у нас прям понеслось. Однако же есть в этом некоторые сомнения на самом-то деле. Потому что, ежели посмотреть на всю совокупность самых скопаемых гоминид, а у нас их много нынче, то получается, что далеко не всегда мозг так уж прямо здорово эволюционировал. Ну и хотя в нашей линии, может быть, это было более-менее и так, ну, хотя тоже некоторые сомнения есть, тем не менее, в других линиях могло быть совсем иначе. Ну вот, из примеров более-менее как бы недавних, да, новый вид хомона леди, который жил примерно 300 тысяч лет назад, а мозгов имел, как у австралопитека, ну, такого как бы башковитого австралопитека, но все-таки австралопитека. Где-то там порядка 500 грамм, ну, самый интеллектуал, вот этот череп, да, там 610, ну, 610 это аж на 60 грамм больше, чем у самого интеллектуального австралопитека. Но, блин, это австралопитека. То есть 610 грамм это меньше, чем у подавляющего большинства хабелесов, которые жили, на всякий случай, 2 миллиона лет назад, а здесь 300 тысяч лет назад. То есть получается, что в Южной Африке на протяжении полутора миллионов лет, по крайней мере, существовал целый вид, у которого мозги, ну, как минимум, не увеличивались, а может быть, даже и уменьшались. Тем более, что новейшее исследование эндокрана, ну, конкретно вот этого даже, да, ну, и там вообще, в принципе, там несколько этих черепов найдено, этого самого хомона леди, показало, что по некоторым, там, специфическим структурным особенностям, это, в общем, мозг именно хома, то есть он отличается от австралопитеков и вписывается в изменчивость хома, там, хабелесов и более поздних, а размер меньше. Из этого делается вывод, что, ну, либо эти структурные особенности очень-очень рано появились, но у австралопитеков их нет, да, вот с такими размерами мозга, либо, соответственно, эти структурные особенности появились чуть позже, уже у довольно приличных мозгов, ну, размером, там, хотя бы, не знаю, грамм 800, там, на мозговом рубиконе, который вот человеческие уже свойства такие имеет, а потом мозги, на самом деле, уменьшились обратно, то есть был момент уменьшения мозга. Доказать это проблематично пока, потому что от хома на леди мы имеем остатки только всего из двух пещер, и у нас есть 2 миллиона лет какие-нибудь там эти австралоптики, сидибы, да, а потом сразу 300 тысяч лет, и между ними, ну, вот в этой конкретной эволюционной линии у нас дырка, то есть в нашей линии у нас есть промежутки, да, вот конкретно в этой линии этих хома на леди у нас пробел, ну, потому что это Южная Африка, там, как бы, еще не нашли, ну, надеюсь, что найдут, но уменьшилось, и это не мешало им жить все эти полтора миллиона лет. Ну, правда, потом, когда изоляция, тоже там непонятно как существовавшая в Южной Африке нарушилась, и гораздо более уже интеллектуальные на тот момент предки сапиенсов, ну, там, родезийские, условно, люди, пришли, ну, судя по всему, из севера, ну, с юга там особо нет, куда из Антарктиды, с мозгами уже массой там 300 грамм, 300, говорю, 1300 в смысле грамм, вот, а у этих было все еще 600, да, то есть люди в два раза больше мозга имеющих пришли, значит, на юг, и этих самых хома на леди вытеснили, в два раза более интеллектуальные. И тут уже, ну, когда в два раза разница, то это уже, как бы, сказывается, судя по всему, да и размером тоже эти хома на леди были, в общем-то, не такие уж крупные, а такие прото-сапиенсы того времени были вполне с нас размером, ну, и такие вполне себе приличные. Вот, мы, правда, ничего не знаем, была ли орудийная деятельность у этих самых хома на леди, но должна быть, по идее, ну, в теории, потому что еще полтора миллиона лет назад она была, да, и два миллиона лет назад она была, и два с половиной миллиона лет назад она была, а здесь 300 тысяч лет назад, ну, вот, то есть, ну, должна была быть, а может быть, они ее и потеряли, и тоже неплохо себя чувствовали. Другой подобный пример, это, конечно же, предсловутые хоббиты из пещеры Лянг-Буа на острове Флорис, восточной Индонезии, у которых размеры мозга еще меньше 426 грамм, вот, то есть, совсем, как бы, ни о чем, да, то есть, они размером, там, метр, совсем крошечные, маленькие, а мозгов 420 грамм, вот, это меньше, чем в среднем у австралопитеков, при том, что здесь датировка, ну, конкретно вот этого черепа, по которому эти мозги измерены, его датировка 80 тысяч лет, ну, вот, то есть, вообще практически современность, и в это же самое время в Африке наши предки имели уже, ну, гораздо более приличные мозги, то есть, ну, фактически такие же, как у нас, ну, вот, а более того, предки хоббитов, которые с Явы сюда, значит, приплыли, они имели размер мозга где-то килограмм, ну, судя по яванским пятикантропам, то есть, приплыли товарищи с килограммом, вот, а за последние, там, полмиллиона, там, миллион лет мозги сократились в два с лишним раза, и жить им это вообще ни разу не мешало, и какая вообще принципиализация, какая ведущая роль мозга в этом смысле. Понятно, что все это могло происходить только в условиях какой-то там дикой изоляции, да, когда вот они там на острове сидят, и им вроде мозг так не особо и нужен, но, как бы, по факту так происходило. Но и в нашей линии все было довольно хитро, потому что наши предки, которые в это время жили в Восточной Африке, первые Homo, всякие Homo habilis, да, ну, допустим, вот такой замечательный череп, тоже между собой довольно сильно различались. Если мы сравним какого-нибудь Homo rudolfensis, который жил там два с лишним миллиона лет назад, ну, 2 миллиона 200 тысяч лет назад, у него было 800 грамм мозга, а вот этот вот товарищ, например, который жил миллион 800 тысяч лет назад, то есть спустя 400 тысяч лет, а, 400 тысяч лет, это как от нас до пятикантропов фактически, да, а у него 500 грамм мозга, там 800, а здесь 500, на 300 грамм, то есть почти в два раза меньше. Ну вот, и это как бы беда-беда на самом деле. Получается, что от самых, ну, и он такой не один на самом деле, хотя это, наверное, рекордсмен, и его даже описали как Homo microcranus, да, человек малоголовый. Но получается, и по средним такая же ерунда, то есть у самых первых Homo с датировкой больше 2 миллионов лет назад мозги побольше, чем у Homo habilis, которые жили там спустя полмиллиона лет. И получается, что на первых, на ранних этапах гоминизации, как бы очеловечивания, ну, когда вот они вроде из астралопитека вылезли, да, там орудия стали делать, мозги вначале так хорошенько выросли, а потом тоже стали падать на самом-то деле. И вот по той статистике, как у нас сейчас есть, это получается так. Потом снова, правда, все выровнялось, это пошло в гору, вот, это очень хорошо, но не обязано было идти в гору. То есть это не было какой-то там мистической магистральной линии эволюции, которая прямо вот 100% обязана реализоваться. И в итоге нашего размера дотянуло, а могло и не дотянуть, и могли остаться на этих 500 граммах, да, как у гориллы, в принципе, такой же размер, вот, и бегали бы такие прекрасно по саланне, ну, делали бы какие-нибудь чопперы, и все бы у них было прекрасно, хоть до сих пор. А может быть, еще меньше устроились бы мозги. Вот, причем в отличие от этих хоббитов на острове, вот этот вот череп, который Homo microclanus, да, вот этот вот, КНР-1813, это Восточная Африка, это самое, что есть, вот, центр гоменизации, где прямо самые бурные процессы антропогенеза шли. Ну, вот это, можно сказать, такая колыбель человечества. И все равно у них мозги уменьшились. Нет никакого мистического вселенского эволюционного закона, согласно которому мозги бы у нас обязательно должны были бы расти, только вот в сторону увеличения. На поздних этапах та же самая ерунда. Если мы посмотрим на мозги, скажем, неандертальцев, у них средняя величина мозга 1500. Там разброс индивидуально довольно приличный туда-сюда, но средняя где-то 1500. А у нас 1350. То есть мы там где-то, ну, грамм там на 150, ну, там, средняя такая вещь, как бы, да, но, тем не менее, по-любому уступаем. При том, что и у первых кроманьонцев, на самом-то деле, которые жили 20-30-40 тысяч лет назад, средняя величина тоже была 1500, на самом-то деле. То есть у нас, у самих, идет спад. То есть этот спад происходил много раз на уровне хомоноледи, на уровне хомофлорисиенсиса, на уровне хабилисов и на уровне сапиенсов. И у нас сейчас мозги уменьшаются. Так что эволюция гоминид, это, конечно, в какой-то степени эволюция мозга. Мозги, ну, в среднем все-таки растут, если там отпругаториваться смотреть, у которого там один грамм был, да, и до сейчас. Но это такая полосочка, не прямая, восходящая наверх, а кривулечка с подъемами и спадами. Это еще без того, что мы там ничего не знаем про строение мозга, там еще тоже не заществорилось. Но даже если просто по размерам смотреть. И мы сейчас находимся на спаде, на самом-то деле. Куда нас там дальше поведет вся эта эволюционная кривулька, неизвестно. То есть пока все время выезжало наверх. Но закону такого нет. И судьба хоббитов, или там хомоноледи, тех же самых, она как бы сама за себя говорит. То есть они ушли в этот самый минус, и больше их нет. А мы все еще есть, но как бы большой-большой вопрос. Такой маленький, можно сказать, уже всеми разобранный миф о нашем мозге, ну и там два мифа практически в одном, это то, что с одной стороны возможности нашего мозга практически безграничны. То есть у нас прям такой мозг, прям в него что угодно можно поместить, да, и каких-нибудь бедных школьников загрузить всеми возможными науками сразу на уровне университета, и там сразу желательно с первого класса, загрузить им столько домашней работы, чтобы они только этими занимались, вот, и все туда влезет прекрасно. А потом еще век живи, век учись, и до старости еще там в таком же режиме все это дело загружай. Вот, а противовес этому мифу то, что, ну, а в какой-то степени как бы подспорье, что в реальности наш мозг работает так себе, вот, всего там на четверть, там на 10%, 5%, ну, там эту цифру, кто-то что-то раз называет, там в разных местах можете посмотреть, там циферка будет разная. В путь до там художественных фильмов эта байка, значит, идет. На самом деле и то, и другое, конечно, чушь, потому что объем мозга вполне себе ограничен, более того, он посчитан, там можно это в каких-то байтах выражать, да, там килобайтах, гигабайтах, вот, но ограничен просто потому, что он материален. У нас есть нейрон, у нейроны есть дендриты, на дендритах есть всякие там эти белки, которые эту информацию хранят, есть в плане определенное снабжение кислородом, питательными веществами, гормонами, да, ответ наружу. Скорость передачи нервного импульса тоже небесконечная, и даже, да, скорость цвета не затягивает. Ну, так что ограничения возможностей по всем возможным показателям имеются. То есть понятно, что они все-таки велики, и самое главное, что у нас почти безграничные возможности комбинаторики в рамках каких-то определенных. У нас есть, как я уже несколько раз произнес, 86 миллиардов нейронов, но каждый нейрон может соединиться примерно там с тысячью или там с десятью тысячами, там цифры тоже разные называются, других нейронов в теории может соединиться, то есть вот этих синапсов образовать. Но в реальности образует, конечно, меньше. И с кем образует, и с кем не образует, определяется уже условиями жизни, то есть тем, как мы этот мозг самоиспользуем. Но если взять чисто по-тупому максимальное возможное количество соединений, то есть 86 миллиардов возвести в десятитысячную степень, там получается такое запредельное число, что оно, конечно, не безграничное, но у нас слова такого нет, чтобы его назвать. И это очень большая величина. То есть чисто гипотетически мы можем действительно сделать дофига этих соединений. Другое дело, насколько эти соединения нам нужны вообще-то. Потому что если реализовать все эти соединения, ну у нас просто материала не хватит, честно говоря, ну и работать мозг перестанет, самое главное. Потому что главная фишка мозга, это не в том, что соединений просто очень-очень много, а в том, что они упорядочены, нехитро сделаны. Если мы соединим все со всем, сигнал пойдет как попало, и получится бред. Ну как бы вариант эпилептического припадка, на самом деле, что-то такое. Но в немалой степени работа нашего мозга это уничтожение этих потенциальных связей. То есть у ребенка как раз их в какой-то момент немного, потом становится больше, 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 а потом становится меньше, меньше, меньше. И количество нейронов в том числе уничтожается. Лучшая аналогия, которая на эту тему существует, это разница между просто черным фоном и тем же самым черным фоном, из которого повыдергивали где-то краску местами, за счет чего получился рисунок. То есть просто черный фон — это соединение всех нейронов со всеми нейронами. И получается информации у нас там нет. Она как бы гуляет как попало, и упорядоченности никакой. А если мы часть нейронов оттуда уберем, то получаем какой-то смысл. Получаем некие пробелы, которые сами по себе являются информацией. Но ограничения такие есть. А то, что мозг у нас работает на четверть, на одну десятую, на сколько-то, это, конечно, еще большая чушь, потому что отдельно взятый нейрон, он живет всегда. То есть что-то он делает все время. То есть какой-то импульс в нем имеется, что-то он куда-то передает, что-то он принимает, какая-то химия в нем происходит, и живет мозг постоянно. Но другое дело, что с разной интенсивностью, понятное дело. То есть сейчас, допустим, у здесь сидящих работают в основном слуховые зоны, у меня говорительные зоны в мозге. А какие-нибудь там осязательные, не очень. Ну, вот пока я не скажу, например, левую пятку вы вряд ли чувствовали. А теперь, когда я это произнес, ну, по крайней мере, часть из вас ощутила свою левую пятку. Оказывается, у вас есть левая пятка. Ну, правда, многие, наверное, путаются, какая там левая или правая. Но это уже второй вопрос. Ну, если напрячь еще там парочку отделов мозга, то и с этим можно будет разобраться. Но это не значит, что тот участок, который занимается левой пяткой, где-нибудь там в правой постцентральной извилине, да, или там прицентральной сопродвижении речи, он не работал до этого. То есть он работал, он просто на уровень сознания эту информацию не выводил. Но какой-то сигнал от пятки все время поступал и обратно тоже шел, но в таком фоновом режиме. Как бы работают, да, и нормально как бы. А если очень надо, и вы задумались об этой пятке, то тут оно у вас активно заработало, прям забурлило, там кровь притекла, и вот как бы вы думаете, что эти части заработали. Они до этого работали, просто у вас туда как бы акцент сместился. Так что мозг работает всегда на 100% с разной интенсивностью. И понятно, что у разных людей тоже не очень одинаково. Ну, там по разным показателям, да, тоже есть отличия, но тем не менее. Ну, а самое-то главное, то, что я сегодня уже говорил, что наш мозг просто работает не для того, о чем мы обычно думаем, да, о чем он работает. То есть, как вот здесь изображено, наш мозг создан для выживания в дикой природе, где надо охотиться, строить какие-нибудь там жилища с костей мамонта, спасаться от хищников, добывать какие-нибудь корешочки, лечиться какой-нибудь, не знаю, там соком акации, вот, общаться с другими такими же, значит, персонажами мутными, да, в этой саванне. Вот для этого наши мозги. И поэтому, когда мы начинаем их использовать не по назначению, ну, допустим, читать или там слушать лекции в архе, там, водить такси, я не знаю, там, подметать пол, пылесосить, ну, и там прочие-то всякие интересные вещи делать, там, пиццу какую-нибудь есть там или готовить, то мы используем его как-то вот не так. Он у нас используется не по назначению, неправильно как бы, что, с одной стороны, прикольно, потому что мозг возникал не для этого, а все равно работает таки. Вот, а можно, например, научиться читать, хотя понятно, что предки не читали никогда, ну, там, вплоть до, не знаю, там, начала XX века фактически, да, у большинства, и тем не менее как-то вот любой человек современный может, ну, если он совсем как бы не клинический, научиться и вполне себе как бы читать. Потому что наш мозг, опять же, вот из определения в начале данного, возник для решения очень нестандартных задач, нестандартными способами. Ну, и в том числе чтение, это крайне нестандартная задача, а иногда можно научиться ее решать нестандартными способами, да. Ну, можно, например, при некоторой тренировке научиться читать там задом наперед, или там кверх ногами, или еще как-нибудь. Ну, вот, причем иногда это бывает случайно, иногда специально. Ну, известны прецеденты, когда, я не помню, про какого-то довольно известного человека была речь, что он когда маленький был, ну, в какой-то там очень простой семье рос, и учили кого-то там, ну, какую-то там господскую дочку, там, что-то такое, а он, соответственно, с другой стороны стола, ну, как бы его никто не учил, просто заглядывал в букварь и научился читать кверх ногами, исключительно и только, ну, потому что с нужной стороны подойти его не пускали, потому что он был какой-то там крестьянин, там, непонятный, да, а вот с обратной можно было смотреть, и вплоть до взрослого состояния он мог читать только вот, как бы, справа налево, снизу вверх, да, и кверх ногами, потому что вот так научился, ну, какая разница, так тоже работает. Ну, вот, и можно во взрослом виде переучиться, ну, известные эксперименты, когда, например, к человеку одеваются зеркальные очки, которые переворачивают все кверх ногами. Вначале человек ходит, там, кувыркается и, там, на ногах стоять толком не может, да, оно довольно быстро привыкает, да, и научается все распознавать, и мозг у него воспринимает, что так, типа, и должно быть, хотя он все видит кверх ногами. Вот, самый-то прикол заключается в том, что когда с него эти очки снимают, вот, мост-то у него на автомате все переворачивает, и он снова начинает, как бы, шататься и падать, ему надо переучиваться еще раз. Ну, а самый-то прикол заключается в том, что даже у обычного человека, без всяких, там, этих очков, вообще-то глаз уже поворачивается кверх ногами, и у нас мозг все это переворачивает. То есть, получается, что когда мы просто видим, у нас мозг один раз переворачивает, если мы одеваем очки, которые переворачивают, мозг два раза переворачивает, когда мы снимаем, он уже три раза переворачивает. Вот, ну, и теоретически можно это, там, до бесконечности крутить. Вот, но это вот как раз и серия таких мега-нестандартных задач, вот, а выживание в саванне, да, и выслеживание каких-то делоп, ну, казалось бы, не таких уж прям интеллектуальных, подготовило нас к этому. Ну, это чудесно. Однако же, наше вот это прошлое, да, вот это древнее бытие охотников поставило однозначно ограничения очень жесткие, ну, хотя бы по органам чувств. Мы там не чувствуем радиоволны, да, мы не чувствуем радиацию, мы не слышим, там, в определенных диапазонах, там, очень низких, очень высоких. Ну, и то, это нам кажется, что они очень низкие и высокие, потому что мы имеем некую серединку, которую мы слышим, и мы считаем, что это вот то, что надо, да. Вот, если бы мы были летучими мышами, у нас бы эта серединка была в другом месте, на самом деле. Ну, как бы оптимум, слуха. И вот эти вот ограничения, они такие есть, поэтому, может быть, многое мы в мире не понимаем. Ну, например, астрономы и физики уже сколько-то там много времени бьются над проблемами темной материи, темной энергии. И вообще непонятно, что это такое. То есть мы ее научились, на удивление, измерять, там, в том числе в килограммах, да, эту материю. Но по взаимодействию каких-то этих космических объектов, звезд, галактики, ну, что-то такого. Но понять, что это такое, никто до сих пор не может. И все только руками разводят, там есть миллион предположений, но все от балды, честно говоря. То ли там другое измерение, то ли это какая-то там особая форма существования нашей материи, то ли еще что-то. Короче, всякой ереси понапридумывали, но никто не в курсе. А в немало степени, потому что у нас просто мозг так сделан, что, ну, вот на данном, по крайней мере, этапе мы это понять не способны. Мы никак это не ощущаем, да. Ну и волну-то, нормальную какую-нибудь радиоволну, и то вынуждены представлять в виде кривульки. А это ни разу не кривулька, ведь на самом деле, да. Или там энергию тоже мы представляем в основном в виде тепла, да, потому что у нас термочувствительность какая-то есть, но энергия – это, в общем-то, не тепло вообще ни разу. И, ну, в чистом виде энергию мы не воспринимаем, нет у нас таких рецепторов. Ну вот, и тоже какие-то там ассоциации придумываем, что-то такое. А из этого вытекает напрямую неполнота нашего мира ощущения и, как бы, понимания вообще бытия. И не исключено, что есть какие-то процессы в окружающем мире, которые мы вообще не можем понять нашим интеллектом. Ну, так же, как какой-нибудь там муравей, например, с его интеллектом, ну, при том, что у него 25% массы тела из мозга сделаны, да, не способен понять нашу деятельность. То есть он ее ощущает, он тоже там что-то видит, слышит, да, но, как бы, понять человека, там, философские концепции, там, что-нибудь такое, вот эту лекцию, он не может никак. И так же, как, ну, даже там, что, муравей, какой-нибудь шимпанзе, да, как бы ее там не учить разговаривать на языке кухонемых, там, какими-нибудь этими значками, еще как-нибудь, понять эту лекцию она не может никак, вообще, в принципе, вот, ну, вот совсем. То есть на уровне, там, двухлетнего ребенка что-то она там соображает, но у нее тупое терпение не хватит, там, полтора часа, там, или два часа здесь сидеть. Так же и мы, по сравнению с каким-то потенциальным надмозгом, который, скажем, появится еще там через 2 миллиона лет, ну, надеюсь, что появится, не способны понять, какие он там будет задачи решать. Ну, про это много написали товарищи Стругацкие и товарищ Лем. Вот, всем советую читать. Ну, у Стругацких там вообще все их творчество про это, да, ну, и у Лема, по большому счету, тоже все, ну, лучше всего, конечно, сказки роботов и кибериаду. Там вообще в чистом виде. Ну, и он тихо еще до кучи. Так что у нас есть ограничения. Правда, у нас есть искусственный интеллект, который чисто гипотетически может это порешать. И есть биотехнологии, которыми мы, опять же, чисто гипотетически, мы можем все мозги немножко подразвить. Но биотехнологии у нас практически сейчас запрещены по использованию, то есть потому что ай-яй-яй нельзя, и никто в мозги пока человеческие не лезет, потому что там этические нормы, все дела. А искусственный интеллект все-таки тоже мы создаем, и сами в него вкладываем такие ограничения, что как бы на нем это торможение как бы автоматически ставится. Ну, и пока еще не настолько он там развелся. Но не исключено, что человек создаст этот самый искусственный интеллект гораздо круче, чем собственный интеллект, собственно, к шубе и нет. И тогда-то мы увидим, что мы туповаты. И когда этому искусственному интеллекту будет уже неинтересно с нами общаться, ну, значит, как бы все, мы себя превзошли. Ну, и когда мы не сможем понять, что он там вообще творит, этот самый искусственный интеллект, ну, тут-то мы свой вот этот предел-то, очевидно, и увидим. Недавно мне рассказывали, что, например, есть такие эксперименты, даже, говорят, уже неоднократно их проводили, когда берется два разных искусственных интеллекта, ну, даже пусть не чересчур прошаренных, да, и им дается возможность общаться между собой. Причем изначально-то они общаются на таком условно-человеческом языке, потому что они исходно заточены на то, чтобы общаться вообще с человеком. Но после того, как они начинают общаться между собой, они довольно быстро переходят на какой-то вообще непонятный диалект, который человек вообще уже не понимает, и они обмениваются какими-то сигналами, ну, там, какие-то нолики, единички, да, а что вообще, какой-то он смысл, есть ли он там, непонятно. И ни один программист и интеллектуал человеческий не понимает вообще, ну это просто глюк программы, и они уже просто тупо обмениваются ноликами, единичками, как попало. Или в этом какой-то глубокий философский смысл, но понятный уже только этим искусственным интеллектом. И может быть это как раз тот самый предел, который искусственный интеллект уже сейчас, в данный момент, фактически превзошел. А мы, по сути дела, отстали. Ну и проблема, собственно, не просто создать даже искусственный интеллект, а еще так его наладить, чтобы была обратная связь, понятное дело, чтобы он на нашем языке мог до нас что-то донести, что он там вообще хочет. Но в значительной степени все-таки это дело еще у будущего. Но смотря в прошлое, нет никаких сомнений, что это возможно чистотехнически сделать. Проблема-то главная в том, что потребностей таких чисто биологических, эволюционных для прокачки нашего нынешнего интеллекта, в общем-то, особо нет. То есть если у наших предков, всех вот этих эректусов и так далее, выживал умнейший, то у нас, ну не то, что прям выживает тупейший, но тупейший тоже выживает. И все проблемы, которые до этого решались интеллектом, исключительно и только, развитием мозга, скоростью реакции, быстроту соображения, там, какой-то там творческим подходом, да, новаторством, еще что-нибудь такое, там, изобретательностью. Вот, все эти проблемы уже давно решены. Нам это все не надо. Вот, опять же, кто-то сделает орудие труда, кто-то где-то приготовит еду, вот, а я пойду, куплю себе эту еду, приготовлю на плите, которую не я изобрел, вообще не очень понимаю, как она работает. Да, электричество поступает откуда-то, ну, как известно, из розетки, само собой. Ну, а у некоторых людей еще и деньги в тумбочке, да, исключительно появляются, как бы. То есть, ну, можно вообще жить никак, как бы, да, и прекрасно себя чувствовать, но ни о чем особо не заботиться. Вот, отбора на интеллект нет. У нас все проблемы уже, в общем-то, в первом приближении, по крайней мере, решены. И будет ли вот это развитие интеллекта до каких-то там более высоких степеней, большой-большой вопрос. Потому что развитие интеллекта – это тоже решение каких-то задач, а у нас задачи кончились. Ну, вот, опять же, единственная надежда на либо искусственный интеллект, который мы сами, как бы, подтолкнем, да, искусственно, ну, а искусственный отбор, может быть, не очень логичный, или биотехнологии, когда мы просто себе там ставим какой-нибудь ген, там, наращивание мозговой ткани, да, и у нас вот такая голова вырастет, и тут-то мы поймем вообще все на свете. Но, как бы, вопрос, сможем ли мы так сделать. Ну, и такие уж совсем простенькие остались мифы из серии, что мозг управляет организмом. Вот, и большой мозг, он вот необходим для выживания. Ну, то, что я сейчас прямо-таки говорю, да, это элементарно разбивается об вот этот, например, дуб. У дуба нету мозга и вообще нервной системы в принципе. И, тем не менее, прекрасный организм живет гораздо дольше нас, он прочнее, он развесистее, по массе нас превосходит, по всем возможным показателям. Нервной системы у него нет вообще, ему живется хорошо. Большинство живых организмов на планете у нас вообще одноклеточные, у них нервной системы нет, потому что у них вообще никаких систем нет, это одна клетка какая-нибудь, там, амеба, инфузория, да, или еще лучше бактерия, или там еще лучше даже вирус, который вообще не факт, что живой. Есть там всякие растения, кишечно-полосные, у которых, ну, есть нервная система, но мозга-то нету, там отдельные нервные клетки. Есть несколько вариантов нервной системы, которые развивались независимо, каких-нибудь там грибневиков, да, то есть у них вроде как нервные клетки, но они возникли по-другому, чем у нас, они как бы вообще иначе организованы. Да и вообще, в принципе, на удивление, нету прямой связи между понятиями нервной деятельности, нервная система и вообще как бы мозг. Ну, элементарные примеры, можно из растений привести, у растений есть поведение, да, как таковое, ну, не в нашем понимании, но в том числе движение, когда, допустим, мы какую-нибудь там мимозу стыркаем пальчиком, и там листочки скукоживаются, то есть мы сделали воздействие, у нее есть рецепторика, очевидным образом, она среагировала и довольно быстро и активно скукоживается. Но нервной системы нет, все это передается какими-то там соками, я уж не знаю как, да, но как бы нервной системы не имеется. Да и у человека такие примеры на самом деле есть. Да, кстати, из растений еще другой пример, это какие-нибудь там поисковые движения какого-нибудь винограда или там плюща. Ну, он двигается только там, опять же, не мышцами, а фактически ростом, да, и гидравлически, но тем не менее, вот он по стенке колышется туда-сюда этими усиками и цепляется за то, что ему там подворачивается. Но он как бы именно активно двигается. Ну, если вы посмотрите в ускоренной съемке, как этот плющ растет, он не просто растет куда попало, он как бы ищет себе опору довольно бодренько. Ну, глазом это так надо очень быть неторопливым человеком, чтобы заметить. Но у нас есть камеры, да, и можем посмотреть. Но и у человека такие есть прецеденты на самом деле. Ну, например, у нас в сердце внутри нету нервной системы. У нас снаружи там какая-то иннервация подходит, а в самом миокарде нервной системы нет. И сокращение миокарды регулируется клетками-водителями ритма, так называемыми, там, этими пейкерами, да, которые переделаны мышечные клетки, то есть они вообще не нервные. Но они, тем не менее, создают и проводят нервный импульс, почему они сами его создают. Ну, это автоматия сердца, которая как бы работает сама по себе. Это нервная деятельность, по сути дела, без нервной системы в человеческом организме. Ну, потому что там чистотехнически так оно удобнее получается, вот нервная система там бы переживалась. А у какой-нибудь нервной, например, в миокарде есть нервы, но у нас нет. Так что мозг вообще ни разу не необходим, потому что выживают и без него. Ну и сентенция, что мозг нами как бы управляет, она тоже немножко как бы странная, потому что с самого начала она противопоставляет как бы нас и наш мозг. А что такое мы? Мы — это и мозг в том числе. То есть тут тоже есть несколько сторон, потому что, во-первых, сознание находится в основном в мозге, и поэтому мы — это мозг и есть в его деятельности. А с другой стороны наше самосознание, самочувствие, наша самость, мышность — это не только деятельность мозга, а и деятельность всего остального в том числе, потому что у нас каждая клетка имеет тысячи рецепторов на мембране. Так, на всякий случай. Кстати, тоже к вопросу о сложности создания искусственного интеллекта. У нас, как правило, в искусственный интеллект вводятся циферки-нулики с какого-нибудь одного там, не знаю, фоторецептора, да, или там звуковой какой-нибудь штуковины. Но в нашем организме входов многие тысячи, миллионы, миллиарды даже, если там все клетки посчитать, потому что в каждой клетке есть тысячи рецепторов, в клетках миллиарды, ну там какое-то суммарное число получается безумное совершенно, и деятельность не нервной системы, а всей остальной, это тоже как бы сказывается на нашести. То есть если у человека, не знаю, проблемы с пищеварением, у него там несварение желудка, то его самосознание и самочувствие тоже поменяются. Ну хотя проблемы как бы не с мозгом, и мозг все тот же самый. Но он получает сигналы у пищеварительной системы, причем он может получать их даже и не видя нервных импульсов, вообще каких-нибудь там химических сигналов. Или у человека проблемы с дыханием, какая-нибудь там астма, количество кислорода в мозг поступает меньше, уже у него там настроение как минимум не то, если он там задыхается бесконечно и кашляет. Или если там тяжелый случай, то вообще просто мозг работать перестает. И с сердцем то же самое, да, то есть если там проблемы с сердцем, то вся нервная система работает не так. Поэтому организм, это все, все системы органов, все вместе взятое. Вот и нервная система, она одна из, только часть. И мозг не управляет. Это в какой-то степени, конечно, часть, которая объединяет многие вот эти импульсы вместе, но и без него, без мозга многое работает на автомате. Ну тоже сердце, да, там автоматия есть. Или почки, там тоже иннервации особо никакой нет. Но вот, и тем не менее ничего, функционирует. Вот, так что работает и без него. Ну, в конце концов, люди с какими-то там тяжелыми нарушениями, которые лежат в коме годами, организм-то вполне себе функционирует. То есть он там как бы пищу переваривает, да, там что надо выделяет. И все как бы работает, сердце стучится, дыхание идет. Вот, но сознания нет. Так что мозг это просто специализированный орган, ну в том числе как бы аккумулирующий сознание в себе, но не исключительно вместилище сознания, потому что как бы все остальное в какой-то степени тоже участвует. И уж точно как бы не управляет всеми процессами. Он зависит в том числе от всего остального организма. Без пищеварительной системы, выделительной, там, иммунной и всех прочих, мозг тоже работать не станет. Ну вот, противопоставлять себя и мозги, да, там, ну это как-то вообще странно. Все работает как единое целое. Ну, из таких уже частных мифов про наш мозг, и совсем тоже простеньких, то, что большой мозг позволил нашим предкам выйти из Африки. На удивление, ну, миф какой-то совсем тупой, примитивный и элементарный, но повторяется сплошь и рядом. И даже в научных статьях, и в книжках, и в фильмах эта сентенция очень чиста. То есть просто сплошь и рядом встречается. Что, дескать, наши предки, там, все эти хабелесы, да, продвинулись по пути прогресса, стали делать каменное орудие, даже, может быть, освоили огонь, и это-то позволило им выйти из Африки. А без этого-то они прям бедняги не могли. Ну, а если посмотреть, то, вообще-то, гораздо раньше, чем нашим предкам, и без всякого там запредельного интеллекта, из Африки вообще не помешало выйти никакое строение мозга страусам, павианам, слонам, леопардам, ослам. Вообще, как выйти, так и зайти, на самом деле, в обе стороны, потому что лошади, например, скорее зашли в Африку, потому что они вообще в Северной Америке изначально появились. И там тоже можно сказать про всякие гиен, собак, ну и фактически там всю африканскую фауну, ну кроме там каких-то уже совсем эндемиков. Ну даже если взять эндемиков современных, каких-то трубкозубов, да, о прошлом они по всей Европе жили, и в Азии они известны, ископаемые. То есть тоже они там туда-сюда ходили-выходили. А наши предки один разок вышли в виде человекообразных обезьян еще на уровне каких-то проконтовых, ну или там чуть попозже. А потом уже только то ли хабелесы, то ли даже более продвинутые кинтергастеры, там примерно 2 миллиона лет назад. И это как бы подозрительно. То есть наш мозг, он чуть ли не мешал нашим предкам, на самом деле, выйти из Африки. И самые древние свидетельства выхода из Африки – это 2 миллиона лет, а орудийная деятельность 2 миллиона 600 тысяч лет назад. То есть 600 тысяч лет они уже владели орудиями труда, и только потом раскачались выйти. Причем вышли теми же самыми чопперами, что были вот эти 2 миллиона 600 тысяч лет назад. То есть ничего у них там сильно не сдвинулось в этом смысле. А ограничения были вообще ни разу не в мозгах. А ограничения были в экологических адаптациях и, самое главное, в нашем ущербном способе передвижения. Потому что наша локомоция, способ передвижения, исходно древесный, мы приспособлены лазать по ветвям. Мы, конечно, с этих ветвей слезли 7 миллионов лет назад, бегали по саванне потом очень долго. Но от древесных предков мы унаследовали стопохождение. Потому что по ветвям стопой хвататься было очень здорово и удобно. И там это стопохождение развилось по полной программе. Поэтому, когда спустились с деревьев, стали стопоходящими. А на земле стопоходящее, да еще к тому же прямоходящее существо, оно вообще дико притормаживает. И далеко оно не уйдет. Вот я здесь 2 часа маячу, у меня уже немножко стопы чувствуют, что я стою. Поэтому я, собственно, маячу и не стою на месте, потому что иначе бы совсем болело. Мы не приспособлены далеко и много ходить. В отличие от тех же стоп, которые тоже очень-то двуногие, но у них 2 пальца на ноге, они пальцы ходящие и носятся как сумасшедшие. Или там даже слоны, там все эти лошади уж молчу, там антилопы, они вообще там сколько угодно могут скакать на этих копытах своих. Между прочим, другим нашим родственникам мешало ровно то же самое. Например, павианы, они тоже стопоходящие, как и мы, однако же нас обогнали. И при всей нашей крутости, мозговитости и родительной деятельности павианы вышли из Африки раньше, чем хомохабелесы. В общем, так заметно раньше. И вполне себе успешно, по крайней мере, не позже уж точно. И поэтому говорить, что мозг с этим вообще как-то связан, ну, крайне сомнительно. Так что потом наш большой мозг действительно позволил расселиться нам в какие-то очень нестандартные экологические зоны, где большинство животных так приспособиться быстро не могли бы. Но и то, вспоминая мамонтов, слоны, вот они там где-то в Африке появились, и ничего, на каких-то островах, там за полярным кругом вполне себе оказались. Причем, опять же, раньше людей и надежнее людей, потому что они там дожили хоть там до 4 тысяч лет назад, уже там бронзовый век был, последние мамонты на Врангеле там еще сидели. А люди туда не добрались, до этого Врангеля. То есть мамонты добрались до таких отдаленных и холодных, и стрёмных мест, куда ни один человек со всей своей мегакультурой, огнем и прочим не добрался. Опять же, слоны нас обогнали. Потому что из Африки вышли раньше и добежали до более крайних пределов. Другое дело, что они там вымерли. Ну, это уже второй вопрос. Причем и в Северную Америку они попали раньше нас, на самом-то деле, и там куда угодно. И в Южную Америку они попали раньше нас, и на острова в Индонезии слоны попали раньше нас. И наши мозги в этом ничуть нам не помогли. Ну, то же самое касается и страусов, которые в Монголии в том числе жили, и там опять же лошадей, которые тоже до Южной Америки добрались, и всех прочих. Так что наш мозг, конечно, многое позволил сделать, культуру развить, но к нашим экологическим успехам имеет большей частью косвенное отношение, ну и причем такое совсем косвенное. Другое дело, что нынче большой мозг позволил нам выйти за пределы планеты. Вот это да, это действительно круто. Потому что за пределы планеты пока мест, никакие верблюды, там, и страусы не выходили. Хотя, опять же, если подумать, первые все-таки животные на орбите, это не люди, а какие-то там лайки, эти белки-стрелки, черепашки, там кого-то еще там шимпанзе посылали раньше человека. То есть тут человек тоже, в общем-то, не первопроходец. Но все-таки с помощью человека, то есть человек их туда послал. Однако же многие астрономы, которые занимаются возможностями внеземной жизни, искренне убеждены и как бы считают, что другие живые существа земные давным-давно нашу планету покинули на каких-нибудь там астероидах и так далее. Ну, когда на планету шарахается какой-нибудь там булыжник, ну, из космоса, да, из нашей планеты, из Земли влетают обломки, и на них бактерии вполне себе могут улетать в космическое пространство и попадать там куда угодно. По крайней мере, обломки Земли найдены, например, на Луне. Ну, то есть такие прецеденты насколько мне известно, есть. Ну, это еще, правда, в какие-то там декембрийские времена были, но тем не менее, как бы эту Луну не так много исследовали, чтобы там много чего находить. Но такие вот обломки есть. У нас есть кусочки с Марса прилетевшие также, когда на Марс падает метеорит и с Марса прилетает кусочек камня к нам. Ну, и столб идти в обратную сторону может быть, только на Марсе никто земные камни пока не искал. И, ну, с Марса к нам бактерии особо прилететь не может, потому что их там пока никто не видел. Ну, хотя и то, на эту тему есть сомнения, что, может быть, уже и прилетали. А от нас-то запросто. И вот эти самые астрономы, ну, допустим, Олег Верходанов, который мне, собственно, это все и рассказывал, считают, что за время существования нашей жизни, ну, на нашей планете 4 миллиарда лет, Солнечная система фактически вокруг галактики там пару раз таки мотанулась. Ну, он там какую-то конкретную цифру называл, но я не вспомню точно. Можно вас спросить. А за это время мы насорили вокруг с таким количеством этих самых бактерий, что если мы теперь где-нибудь в галактике встретим живые формы жизни, с большой вероятностью это будут наши формы жизни. Ну, есть, как знаете, теория пансперминика, что жизнь была занесена к нам на планету, вот так равным образом мы могли этой жизнью заразить всю галактику причем не один раз уже. Ну, другое дело, что чтобы долететь этим бактериям куда-то надо там миллиарды лет, наверное, но бактерии живучие, в принципе, они там булыжники могут жить на себе. Так что без всякого мозга эти живые организмы могли покидать нашу планету еще миллиарды лет назад. И в данный момент тоже где-то там из верхних слоев атмосферы они там улетают в космос и где-то там вполне могут ну, в каком-нибудь булыжнике опять же мигрировать там куда угодно. И без всякого мозга это ему дается намного раньше Кагарина. Но в таком осознанном варианте понятно, что только мы космические корабли запускаем. Ну, в коем-то смысле повторение того же самого тезиса, что наш большой мозг возник для борьбы с суровыми ледниковыми условиями. Это версия, ну, такой перепев как бы темы про Саванну, ну, только приближенная как бы к современности история, потому что про Саванну это речь про каких-то острогопитеков и хабилисов, а про суровые ледниковые условия это уже про сапиенсы. Что, дескать, большой мозг сапиенца, это наши там полтора условных кило, возникли, чтобы бороться с ледниковым периодом. Версия появилась еще в 19 веке, когда почти все находки происходили из Европы, неандертальцы, кроманьонцы. однако же, ну, вообще ни разу неадекватно и неактуально нынче, поскольку планета велика, и то, что первые исследования все это обнаружили где-нибудь там во Франции, допустим, в Германии, говорит только о том, что, ну, наука там дошла до этого раньше всего. И они там, эти черепа, не выкидывали на помойку, а исследовали, да, в этой Европе, и действительно находили в основном остатки от ледникового времени. Однако же, это не говорит, что большинство населения планеты даже в ледниковый период жило в Европе. В Европе просто хорошо изучено. Но если посмотреть на масштаб планеты, то вся эта Европа это маленький кусочек, да, там, полуостров на громадной, в общем-то, планете. И подавляющее большинство населения вот в те времена, ну, даже здесь реконструкция, на самом деле, Аляски, вообще-то, а не Европы. Но большинство населения жило отнюдь не в полярных областях, и не в ледниковых, а где-то поближе к экватору, где хорошо и тепло. В Африке, в центральной, в восточной, в Южной, в Америке, ну, в тот момент, когда они туда добрались, во всякой там Индонезии, в Южной Азии, где-нибудь в Индии, в Китае нынешних, где тепло и много ресурсов. Человек, исходно, зверь тропический, и даже когда он Африку покинул, на самом деле, он ее не так уж прям покинул, потому что это часто звучит, там люди покинули Африку. Кто-то покинул, а кто-то, в общем-то, и остался, и прекрасно себя там чувствует. И сейчас население Африки, оно очень такое нехилое, прямо скажем. Ну, то есть, это я не скажу какой, но такой неслабый процент населения планеты, в общем-то. И люди там жили во все времена. И во времена австралопитеков, и пятикандропов, и сапиенсов в том числе. И вплоть до самых распоследних времен то есть, когда уже пошло там производительное хозяйство, научились выращивать всякую там рожь-пшеницу, овец, там, коров, тогда, да, на севере народ расплодился со страшной силой. Ну, теперь китайцев больше всего, да, там, миллиард, ну, если там по этносам смотреть. А в Европе еще там миллиард, в Индии миллиард. Ну, и то, в Китае, Китай и Индия, это, в общем, тропики, так или иначе, да, ну, там, Северная Китай довольно холодная бывает. Ну, и то, в общем-то, если посмотреть, где проходит граница, граница России и Китая, она как раз вот по субтропическому этому климату и проходит. То есть, севернее у нас холодные снега, а у них тепло и хорошо. Ну, вот, ну, Петр первый знал, где границу проводить. Стало быть, большинство-то и сейчас там, и даже в Европе, если посмотреть, да, где все ютятся, это Испания, Италия, Южная Франция, Южная Германия, где по большому счету субтропический климат. Ну, он формально как бы не субтропический, конечно, но даже формально он там умеренный, и на картах он прямо как у нас рисуется, но если вы съедете куда-нибудь там в Испанию, то убедитесь, что, ну, совсем он не такой, как у нас. Вот, особенно зимой, да, когда у них там пальмы растут, попугайчики, как бы, ну, у нас такого близко даже нет. И, в общем, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, это вообще тропики, как бы, есть четы. Ну, климатологи говорят, что нет, а может, что это все-таки умеренный, ну, всегда можно сравнить с Африкой, но, как бы, это не мы. А на севере население и в ледниковые времена, и нынче, это мизерный процент, на самом деле, всего. И большой мозг тут вообще ни разу ни при чем. Вот, то есть большой мозг возник именно, что на югах, и потом люди с этим самым большим мозгом пошли на севера. Вот, но где-то на севере он еще подрос, это тоже факт, да, и он, ну, где-нибудь там, у якутов, например, он очень немаленький, прямо скажем, там, или у каких-то монголов, в ряд, у казахов, там, у каких-то шведов, там, германцев, да и у русских, в общем, не такой плохой, ну, как бы, у северных народов он немаленький. Ну, и, как бы, не для этого он возник. Вот. Так что это совсем такая уже байка. Ну, и, собственно, на этой счастливой ноте, что мозги у нас возникли не для того, что, для чего используются. Мы превосходим, конечно, всех по интеллекту, но не по формальным каким-то отдельно взятым признакам, типа, там, размеров, процентов, там, чего-то такого. И что будущее наше пока мест в тумане, поскольку отбора на интеллектуализацию у нас нет. В истории эволюционной известны прецеденты и обратной, как бы, деэволюции такой, да. Надо, как бы, порадоваться, что, по крайней мере, до нашего нынешнего состояния наши предки нас дотянули, и это нам позволяет рассуждать обо всем этом и, опять же, там, читать и слушать лекции, да, и что-то прогнозировать. И хочется верить и надеяться, что с нашим этим супер-мега-интеллектуальным мозгом мы себе этот мозг прокачаем еще чуть-чуть. Ну, хотя бы, там, пнем эту эволюцию, да, благо у нас есть технологии теперь, победим всяких нехороших людей, которые ставят на этом пути препоны, вот, и все у нас станет лучше прежнего. Спасибо за внимание. Спасибо. А теперь, если есть вопросы, вот там есть микрофон, только спрашивайте, пожалуйста, в микрофон, потому что идет трансляция и там запись. Ну, то есть, если сейчас идет процесс, что мозг уменьшается, то есть мы, как бы, чуть-чуть глупее становимся. А когда был период, когда люди достигли нашего уровня, и когда был пик? Вот что это были за люди, где они жили, какими орудиями пользовались? Ну, рекорд был достигнут 25 тысяч лет назад примерно, ну, по крайней мере, на графиках там получается вот порядок 25 тысяч лет назад, когда были самые большие мозги. Это верхний палеолит, это карманьонцы. С тех пор уменьшается. Плавненько, ну, если на графике рисовать, там прямо такая курочка, прямо плавненько-плавненько уменьшается. Но всегда стоит помнить, что это среднее по больнице, по планете, а если брать конкретные какие-то территории или там популяции, там может быть и так, и у кого-то и растет. Вот, тем более еще мы это когда-то усредняем по там десяткам тысяч лет, у нас получается очень все красиво. А если посмотреть в масштабах отдельных поколений, там вот такая вот будет елка. Ну, это как с климатическими кривыми, там с любыми другими, там в экономике тоже самое, да, то есть оно может быть спад, но он идет вот все время так, или там подъем тоже вот так. Вот у нас то же самое. Так что локальные пики или там падения могут быть когда угодно, строго говоря. Но такой глобальный 25 тысяч лет пик, сейчас вот с тех пор все падение. Да, хотел спросить, собственно, так как говорили, что основная задача, в принципе, мозга такого развитого это выживание, собственно, в дикой природе, в принципе, выживание человека. в таком случае, а чем обусловлена способность людей совершать поступки, которые противоречат даже такому здоровому смыслу, выживанию и самого индивида, и в принципе не способствует при этом выживанию вида. Например, это либо, если брать тоже там, переверженность вредным привычкам, если это еще можно как-то объяснить, в принципе, то и в обратную сторону это работает, например, для достижения каких-то спортивных результатов, наносить сознательный вред здоровью в перспективе, в принципе, и убийства других людей, даже убийства себя. Вот чем в таком случае обусловлена способность человека совершать такие поступки? Ну, во-первых, иногда такие поступки на самом деле повышают успех личный, ну, то есть такой удалой молодец, да, который там и прибухнет, как бы и песню споет, и весь такой развеселый, бодрый, он как бы вроде бы своему организму вредит, да, он там бухает, пьет и курит, вот, но за счет того, что он весь такой разудалой, он повышает свой эволюционный успех, потому что передает много генов в следующее поколение, потому что нравится противоположному полу, например, так что может быть так. Не все, как бы вред, не любой вред лично себе, это вред своим геном на самом-то деле, а во-вторых, всегда есть глюки, всегда есть сбои, то есть когда у нас есть миллиарды людей и уровень жизни в принципе у всех более-менее нормальный, да, независимо от личных достижений, то можно глючить по полной программе в разные стороны, может с ума сойти, можно алкоголь встать, ну и там как бы вопрос степени как бы этих повреждений, ну то есть человек там по полной программе сумасшедший, там шизофреник и так далее, ну как бы там уже какие-то могут быть клинические нарушения, там ему кирпич на голову упал, там куча, там часть мозга отмерла и у него уже нормальной функции нету, ну вот, а можно как бы по чуть-чуть вредить, ну допустим курить, но курение, оно там может повышать социализацию, потому что во время перекуров решаются там большие дела и этот человек будет больше денег получать, например, а за счет этого опять же свой успех эволюционный будет увеличивать, вот, у нас жизнь настолько хитрая и сложна, что как бы так тоже может быть, ну вот, ну как бы, ну как бы так, да. В таком случае получается, что система саморегулируется, то есть при угрозе существования вида, например, люди централизованно начнут более конструктивный образ жизни вести. Ну да, то есть если условия становятся более жесткими, то все вот эти крайние варианты, как бы они тут же отпадают и остается только строго заданное. Ну, как посмотреть, если всякие там охотники-собиратели, да, они в большинстве своем ведут очень здоровый образ жизни на самом деле, потому что им и так хватает всяких проблем, чтобы помереть, и они в принципе не так много живут. Если они еще будут там пить-курить, ну, как только там белый человек появляется, тут же все спаиваются, ускорятся в один момент, и от них ничего не остается. Но пока их как бы никто не трогает, ну, какую-то часть они там могут дать, но много они там не сделают ее, скорее всего. И у них очень даже здоровый образ жизни, то есть по сравнению с любым там горожанином, они прям все трезвенники, и все у них прекрасно. Так что, ну, просто слишком жесткий отбор. Если кто-то склонен, он просто быстро помирает и все дела. Спасибо. Здрасте. Я вот хотел спросить вот по поводу именно интеллекта. Интеллект – это способность решать нестандартные задачи, нестандартными путями, способами. А если вот… Я считаю, что на самом деле это то количество информации, которое у тебя содержится в голове и возможное количество информации, которое может поместиться у тебя в голове. Если вы уже говорили, что каким-то образом уже кто-то там посчитал уже или возможность посчитать уже какое-то количество там мегабайт, килобайт или там терабайт содержится у человека в голове. Вот. Считал кто-нибудь или у слона, какое количество информации может поместиться. То есть, может быть, поэтому человек на первом месте как бы находится именно по интеллектуальности. Нет, ну, просто измерять количеством информации. Вот смотрите, на винчестере этого ноутбука хранится по-любому больше информации, чем в моей голове. Ну, просто это если там в этих терабайтах какие-то считать, ну, известно сейчас, компьютеры хранят больше, чем человеческий мозг. Но от этого он не становится умнее. Все-таки интеллект — это способность оперировать этой информацией, а не просто как бы тупо хранить. Ну, любая библиотека даже там на бумаге, да, она хранит больше, чем человеческий мозг, только прочитать и запомнить невозможно. А фишка-то как раз в способностях оперировать. Мы что-то умеем забывать, это тоже классное свойство интеллекта. Мы можем много игнорировать и как бы пропускать мимо то, что нам не надо. А компьютер не может сам произвольно вот это забыть, это там запомнить, да, он все имеет всю информацию, но не может оперировать. Равным образом, есть же примеры людей с суперразвитой памятью, которые там вообще все на свете запоминают, и которые там считаются страшной скоростью, да, но это интеллекта не добавляет. То есть, например, известно, что была какая-то там женщина, которая никогда ничего не забывала и считала там какие-то безумные цифры, в уме там возводила степени там какие-то и все такое, но и ничего она не достигла. То есть, единственное, что она всю жизнь делала, это составляла гороскопы. Ну, как бы. А насчет слонов я не знаю таких оценок. То есть, может быть, кто-то заморочился, но я просто не знаю и сомневаюсь, не уверен, что кто-то читал. Ну, просто дело не только в слонах, это как пример, да, то есть, может, поэтому человек и есть там вершины, так сказать, интеллекта за счет того, что может хранить больше информации, чем... Да, но еще, смотрите, тут вопрос в том... Здесь не про компьютер, а именно про живот. Вопрос же еще в том, какой информации. Вот я уже говорил, что большой мозг многих китообразных, он большой, потому что у них эхолокация. Ну, я так скользко предсказал, да, но сама по себе эхолокация – это очень сложный процесс. То есть, там надо оперировать каким-то бесконечным количеством информации и быстро. Поэтому большой мозг. А в качестве побочного эффекта можно еще как бы и там играть, думать, там общаться и все такое прочее. Но это специфическая информация, и она все-таки настолько ядренно мощно обрабатывается, что интеллект уже не так много... У нас нет эхолокации, да, и мы даже объем мозга используем на гораздо более интеллектуальные вещи. То есть, они обрабатывают больше информации, чем мы, если в байтах считать, и что, как бы, что толку. Ну, а это информация про то, где какой косяк рыбы плывет, допустим. Это сложный процесс, но сама по себе сложность распознавания этих сложных сигналов не гарантирует интеллекта. Или надо поправку в определение интеллекта какую-то вводить. Но, я говорю, этих вариантов определения, их какие-то сотни уже есть. И каждый раз, как их ни создавай, все равно какой-то косяк получается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok